МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые любители тайского бокса. Сегодня у нас настоящий праздник, очень знаменательное событие. Сегодня финальные поединки чемпионата России по тайскому боксу. Получается, у нас сегодня уже пятый день, четыре дня позади. Все лучшие спортсмены уже отобраны, так сказать. Они готовы приступить уже к финальным поединкам. И, я думаю, сегодня будут достаточно зрелищные, интересные бои. Практически сейчас заполняется зал. До соревнований я сбегал в кассу, узнал по поводу того, как у нас популярен ли у нас тайский бокс. Действительно, все билеты практически проданы, люди собираются. Я вот уже вижу все меньше и меньше свободных мест. Но, тем не менее, насколько я знаю, мы сегодня не все финалы смотрим, потому что вчера же тоже были финалы. Вчера же был разыгран первый комплект наград. Да, один комплект был разыгран вчера у нас в наилегчайшем весе. И уже у нас есть победители из Кемеровской области, который завоевал золотую медаль. И сегодня у нас предстоят остальные 13 финалов, в которых мы уже посмотрим остальных наших чемпионов будущих, будем надеяться. Ну, на самом деле, вот так по состоянию зрителей и зала проявляется большой интерес. Я смотрю у всех, потому что, на самом деле, давно уже не проходило у нас соревнований такого уровня, поединков такого класса. Поэтому все в ожидании. Очень много народу собралось. На самом деле, это радует. Действительно, одно из самых крупнейших вообще чемпионатов у нас сейчас. Чемпионат России, да, один из главных спортивных соревнований в этом году по тайскому боксу. И действительно, все эти дни очень много людей приходило. Но это тайский бокс, он, как я понимаю, Андрей, он вообще, то есть, все популярнее и популярнее становится. Потому что, например, еще пару лет назад ажиотажа вокруг этого вида спорта, честно говоря, я, например, в городе Кемерово, где я живу, я не наблюдал. Да, на самом деле, тайский бокс набирает обороты. С каждым годом, с каждым месяцем мы видим все больше занимающихся в наших залах. Мы видим все больше соревнований, которые проходят у нас на региональном уровне, но теперь уже и на всероссийском. Поэтому очень большой поток спортсменов, очень много новых чемпионов рождается, очень много детей приходит в этот вид, да, и с каждым разом этот поток уже начинает превращаться в настоящих чемпионов, которые уже выступают на соревнованиях такого уровня. Ну, количество действительно перерастает в качество, потому что, ну, поскольку, как мы увидим по трансляции и по поединкам, во всей финальной стадии практически, за редким исключением, мы видим ребят из Кемеровской области. И действительно, за такой короткий период, именно благодаря Кемеровской области, вот, уже идет начало, но мы немножко продолжим. Бешеные аплодисменты. Да. Ринкононсер уже объявил о начале поединков. Ну, и в продолжение нашей темы, да, о том, почему такой большой... То есть, получается, очень короткий период, и благодаря Кемеровской области именно Россия сейчас одна из самых сильных стран именно в тайском боксе. Да, был большой толчок, большой импульс к развитию этого вида именно в нашем регионе, да. То есть, у нас есть большая поддержка, поэтому очень много детей стремятся в наши залы, да, заниматься. То есть, есть большая конкуренция у нас с командой Дагестана, где также очень много ребятишек приходят в залы, отдаются только этому виду. Вот. Но принято считать все-таки, что ведущими школами на всероссийском уровне является Кузбасс и Дагестан, да. То есть, поэтому можно этот феномен все-таки наблюдать именно по этому. Ну да, практически в списке-то мы видим, на самом деле, что один москвич у нас, а так, Хабаровский край, Москва, Республика Челябинская область, Дагестан и Кемеровская область. То есть, представлены у нас сегодня. Нижний Новгород. Ну, то есть, хочется отметить, что вот последние года, да, вот у нас Нижний Новгород, Иркутск очень хорошо набирают обороты, да. То есть, если раньше мы замечали, что большинство финальных поединков это действительно была борьба между школами Кузбасса и Дагестана, да, то сейчас уже немножко подразбавили так. Огрызаются новые соперники. Да, новые соперники, да. Но причем уже сказать о том, что они просто огрызаются нельзя. Здесь уже действительно идет такая конкуренция. То есть, люди проводят большую подготовку своих спортсменов. Я думаю, что здоровая конкуренция, она как раз приводит, еще раз повторюсь, к рождению все новых и новых чемпионов. Ну да, в контексте того, что сейчас все больше и больше ведется разговоров о том, что рано или поздно тайский бокс может попасть в олимпийскую программу, есть такой момент, что действительно людей, которых мы сегодня увидим, может быть, через несколько лет, мы сможем увидеть именно на олимпийском ринге. Такое тоже возможно. Насколько мне известно, сейчас тайский бокс попал в неолимпийскую программу, олимпийскую программу по неолимпийским видам спорта. Да, ты прав, Андрей. Сейчас мы, так сказать, уже находимся на прямой тропинке. Первым медалем сегодняшнего дня. Да, ну а вот сейчас уже объявлен первый поединок сегодняшнего дня. Это Жмаков Владислав. Представитель Кемеровской области. Кемеровская область, город Киселевск. Поднимается в ринг. Перепрыгивает. Ну, на самом деле, хочется отметить, что существует некая традиция, да, что спортсмен в ринг должен заходить только сверху, да, то есть... Я читал, что это связано с тем, что культ головы, который никаким образом не должен никаких у него препятствий возникать. То есть такой счет какой, такой сакральный момент. Вот в синий угол у нас приглашается Салаватов Абдул-Керим, Республика Дагестан, город Кизляр. Это чемпион мира по тайскому боксу в 2012 году. Очень уверенной поступью поднимается. Да, этого спортсмена очень большой опыт за плечами. То есть, можем, в принципе, увидеть это по его лицу, что... Ни капли волнения. Абсолютно никакого напряжения. Человек улыбается. Вот все готово для начала первого поединка. Судейская коллегия заняла свои места. Ну, несмотря на то, что у Салаватова преимущество есть титульное, да, то есть он двукратный чемпион Европы, я думаю, что представитель Кемеровской области может составить ему достойную конкуренцию. Хотя все-таки я вижу, что Владислав, конечно, нервничает. Ну, на самом деле, представители Кемеровской области могут составить конкуренцию любым спортсменам, неважно с каким, любого уровня, с любым послужным списком, да. То есть, опять-таки же вернемся, что Абдул-Керим у нас чемпион мира. Но это нисколько не пугает нашу команду. Потому что бригада тренеров Кемеровской области работает на очень высоком уровне. Была проведена подготовка. Были проведены сборы, да, в результате которых уже были сформированы наши команды. Ну, и вот сейчас мы видим ритуал в Айкру, который начали наши спортсмены, да. Хочу сразу для наших любителей, кто смотрит нашу трансляцию, объяснить или рассказать, кто еще не в курсе, а может кто-то забыл, что это за ритуал, да. То есть он несет немножко такой сакральный смысл. И боец перед началом своего поединка отдает дань своему тренеру, своим родителям, которые вложили в него много энергии и сил, да, чтобы он стал таким спортсменом, которым он сейчас является, да. И существует такая, может быть, легенда или присказка именно у тайских спортсменов в Таиланде, да, что это идет еще заговор духов, которые помогают во время поединка, защищают, оберегают. И вот первый раунд. А я напомню, что мы сейчас смотрим на розыгрыш первых медалей чемпионата России по тайскому боксу. Сейчас у нас категория до 45 килограммов. Жмаков Владислав, Кемеровская область, и Салаватов Абдул-Керим из Дагестана. Владислав у нас находится в красном. А Абдул-Керим в синем углу. Ну вот мы видим. Вот первый контакт. Абдул-Керим, как я и говорил, абсолютно без какого-либо волнения начинает свой поединок. Ну, Владислав, он как дживея прям порхает по рингу. Старается наносить атаки. Да, вот первые проведенные удары наносит боковой удар по корпусу ногой Абдул-Керим сейчас. Ну, старается поддавливать своего соперника. Рискует, открывается, но не зря. О, и вот еще один удар по корпусу. И спортсмены оказываются на настиле ринга, да? Довольно-таки жесткие удары проводит Абдул-Керим. Мы видим в область ноги, да, так называемый лоу-кик. Затем следует... Ну, зажимает, конечно, спортсмены из Кемеровской области. Да, на самом деле Владиславу лучше занимать позицию не в углу, двигаться больше по рингу. Потому что, да, его действительно могут зажать, и исход поединка может быть не в пользу Кузбасса, за который мы, конечно же, болеем. Я напоминаю, что вы можете смотреть эту трансляцию на телеканале «Мой город» в прямом эфире. Также на сайте мойгород.тв и на сайте sibdepo.ru. Да, как мы и говорили, зажали Владислава в угол. Да, Абдул-Керим проводит неплохую серию, да, связки рук и заканчивает ногой, после чего делает вход в клинч и скрутку, да. В клинч, еще раз напомню, разрешен в тайском боксе, да, это броски без применения третьей точки, как в борьбе, например, там, вольной, да. То есть это фактически можно сравнить каким-то образом вот работу в айкидо, что ли, вот какая-то рычаговая такая система, да, где мы сможем чувствовать баланс, дисбаланс его соперника и производить вот эти скручивания. Да, конечно, это очень хорошо оценивается. Вот хорошо попадает сейчас, я бы даже сказал, обмениваются ударами. Ну, конечно, наверное, ошибка Владислава, что он зачем-то постоянно проводит время свое у своего угла ринга. То есть ему бы, наверное, выйти в центр лучше, да, чтобы сдерживать атаки. А так, получается, его зажимают и он сам ведет себя не очень уверенно и пропускает. Конечно, лучше больше двигаться сейчас Владиславу, но почему-то, видимо, не дает Абдул-Керим, вот он ему обрезает углы, да, то есть он пытался провести удар с разворота. Ну, это уже больше такой из техники каратэ, чем из тайского бокса, но это все применимо. Опять-таки, вот обмен жесткими ударами в область бедра и в область корпуса довольно точно они проводят. Вот пытается провести бэкспиннин элбов, это удар с разворотным локтем сейчас Абдул-Керим. Но это, наверное, довольно опасный элемент, потому что ты же открываешься, получается, спиной для соперника. Конечно, да. То есть, чтобы провести такой удар, сначала нужно подготовить своего оппонента, своего противника, да, каким-то образом сделать какие-то ложные движения, да, чтобы уже при входе на ближнюю дистанцию... Риск был минимальный. Да, да, минимизировать этот риск и провести удачно туда. Ну, вот сейчас мы наблюдаем, что наставники делают какие-то рекомендации. Вот нам делают повтор, насколько чисто провел сейчас вот удар в область ноги и вот до этого по корпусу, да, Абдул-Керим. Очень жесткие и быстрые удары. Еще в таком моменте я отмечаю, что Абдул-Керим практически не моргает во время своих атак. Да, он полностью... Такая степень сосредоточенности. Во внимании, на самом деле, это можно заметить за любым спортсменом. Второй раунд. А все почему? А все потому, что в тайском боксе, как говорится, бой восьмируких, тайский бокс используется и руки, и ноги, и колени, и локти. Нужно уследить за всем, да. Если в боксе это гораздо проще, да, мы смотрим только на руки, то здесь нужно быть полностью... О, какая хорошая серия. Полностью внимания, да. У нас... Был, конечно, шанс у Владислава, но как-то пропустил. Проводит прямой удар ногой в область головы тип. В тайском боксе это прямой удар ногой носит такое название. То есть, ну, все-таки мы видим, Абдул-Керим всегда давит, всегда нависает над своим соперником. Просто вообще абсолютно не дает выйти Владиславу в центр. Абсолютно. Никаким образом. Он занял центр ринга и пытается главенствовать сейчас над Владиславом. Напомним, что Владислав является обладателем Кубка России по тайскому боксу 2013 года. Совсем свежая награда. Да, двукратный чемпион Европы. Это у нас Салаватов Абдул-Керим. По прозвищу Соловей. Да, и по прозвищу Соловей. И чемпион мира 2012 года. Вот послужной список. Конечно, вдвойне превышает заслуги Владислава. Ну, и уверенности добавляет. Но сейчас получил... Вот, правую двоечку руками, да. Да, и снова пытается войти в клинч, делать скручивание. И вот мы видим, проходит удар коленом в область головы. Да, и наш представитель Кузбасса оказался на полу. Причем просто давит абсолютно. То есть ни секунды не дает даже обдуматься Владиславу. Просто дожимает его. Ну вот надо больше самому работать все-таки Владиславу, да. А не ждать атаки соперника. Да, то есть он выбрал оборону, наверное, это не самая удачная тактика. Но может быть он бережет силы для того, чтобы выстрелить. Но пока трудно нам о чем-то заявлять, да. Вот, все-таки можем внести только свои какие-то пожелания. Потому что Владислав, я вижу, старается все-таки что-то сделать, но не получается у него. Я напоминаю, что мы смотрим розыгрыш комплекта медалей в категории до 45 килограммов. Андрей, я так понимаю, ты впервые наблюдаешь поединки по тайскому боксу? Да, действительно, да. То есть мы еще очень много. Мне будет задать тебе сегодня большое, огромное количество вопросов. Потому что для меня новый вид спорта. И действительно интересно мне и зрителям узнать, как это все происходит. Я вижу, что это очень-очень красиво. Да, вот мне хотелось задать этот вопрос тебе, да. Обычно ценится реакция, вот она, которая происходит в течение нескольких минут, когда ты что-то видишь. Я так понимаю, тебе нравится. Действительно, я люблю действительно единоборство за красоту. Потому что, наверное, даже не важно, кто победит. Есть схватки динамичные, зрелищные, как та, которую мы видим сейчас. Действительно, бывают скучные. А сейчас первый серьезный такой бой, который я увидел, он действительно очень зрелищный. Очень стараются. Я, конечно, болею за представителей Кемеровской области. Очень переживаю, потому что все-таки хочется, чтобы первый комплект наград, который уйдет сегодня, он был за Кемеровской областью. И я все же все-таки надеюсь, что Владислав еще... Вот сейчас мы на экранах увидели повтор скручивания Абдулкерима, да. И выставляет блок при помощи ноги Владислав, да. Тем самым не дает наносить удары коленями, да. Делает блокировку, но все же оказался он на полу. Вот и спортсмены снова возвращаются на ринг. Третий раунд. Третий раунд. Вот третий раунд. Вот Владислав. Пританцовывает практически. Да. Но пропускает. Хочется обратить внимание, кто еще не заметил, да, что у нас играет традиционная тайская музыка, да, которая... Задает ритм. Задает ритм, которая ведет полностью весь поединок, да. Ну, про музыку я, кстати, отмечу, что она такая, ну, довольно трансовая. То есть она, я так понимаю, спортсменам помогает вообще уйти вообще от каких-либо мыслей, кроме поединка. Да, на самом деле многие даже не могут боксировать без музыки. Потому что бывают там различные технические, да, заминки. Где-то музыка играется вживую, например, в Таиланде, да, там специальные барабаны, инструменты используются, да. И когда не звучит музыка, уже спортсмену как-то становится не по себе. То есть они ждут, когда она зазвучит. Ну, вот мы видим опять Владислав все-таки... Гугл ринга сбивается. Да. Отступает, ну, то есть... Ну, все равно начал предпринимать попытки уйти в центр, но не дает ему, конечно... Очень быстро серию проводят сейчас обглокерим. Вот снова видим блокировку в исполнении Владислава. Но все-таки опять он оказывается на полу. Ну, кстати, по поводу музыки, действительно, то есть мои первые впечатления вот именно от такого серьезного боя, помимо зрелищности, что это по-хорошему похоже на танец. Конечно, танец опасный, но... То есть и тут Владислав, да, вообще-то, я смотрю, любитель пританцовывать, припрыгивать. Смотрится, конечно, замечательно и очень красиво. Да, многие спортсмены, они берут вот этот темп музыки, тем самым немножко так пританцовывая передней ногой. Да, а все это для чего? Это же тоже все не просто так, все тайцы придумали. Вот, хорошую атаку проводит сейчас Абдул Кирин. Поводит Слав на полу, к сожалению. Да, заканчивает удар коленом в корпус. И, видимо, очень болезненный удар. И рефери нам показывают, что бой будет остановлен. Да, вот один такой серьезный удар прям, ну, помимо прочих, ну и все. Да, видимо, очень болезненный оказался он ему. Да, Владислав держится. В область селезенки попал ему Абдул Кирин. Сооценивает Владислава тренер, его физическое состояние. Да, жаль, конечно, что все-таки заканчивается так этот поединок. Но Владислав делал все, что было возможно. Ну и вернемся к объяснению, так сказать, вот этой пританцовки небольшой. Да, тайцы все придумали, на самом деле, не просто так все, да. Передней ножкой мы заметили, многие спортсмены как бы немножко как топчут по рингу, да. Тем самым они готовы заблокировать любой удар, да. Как заметно было, спортсмены поднимают ногу немножко вверх. То есть она, получается, ввести в воздухе и готова к любой атаке. Да, с направлением там в левую или в правую сторону она готова заблокировать любую атаку соперника, либо произвести удар. Ну и вот мы наблюдаем завершение первой схватки. Первая золотая медаль сегодня у нас уходит в республику Дагестан. В копилке сборной Дагестана первая золотая медаль. У нас первое серебро. Но я думаю, отчаиваться нам ни к чему, абсолютно. Ну, Владислав, я думаю, получил огромный опыт. Все-таки не каждый день ты можешь встретиться с двукратным чемпионом Европы. Мы пожелаем ему удачи, конечно, в будущем. Молодой перспективный спортсмен. Думаю, еще не раз увидим его на пьедестале. Хочется отметить, что тренирует его Анатолий Ситников. Молодой тренер из города Киселевска. Уже удалось ему воспитать такого спортсмена достаточно высокого уровня. Ну, так-то хочется заметить, что вообще, в принципе, по Кузбассу распространяется. Если раньше, например, для меня китайский бокс – это был синоним Прокопьевска, то теперь уже и Кемерово достаточно такая серьезная школа. И мы уже видим фамилии. Вот Киселевск, Владислав в том числе. То есть серебряная медаль – это довольно серьезное достижение. Это чемпионат России. Какие еще города у нас сейчас подтягиваются по тайскому боксу? На самом деле сейчас, еще раз повторюсь, у нас был большой импульс. И сейчас он до сих пор… Все города более крупные в нашей области, да, такие как Киселевск, Прокопьевск и Кемерово, ну, это уже, нам с вами понятно, тренируют и уже давно. А более мелкие, такие как Березовский, Белово и так далее, так далее. Более мелкие города. Также сейчас в них строятся и возникают новые спортивные залы, куда уезжают наши молодые тренера работать. То есть, потому что вот этот поток нескончаемый, да, из которого можно произвести отбор, он необходим именно нашей тренерской бригаде. Вот. А посредством внедрения во все города нашего вида, да, посредством привлечения большего количества молодежи и детей к этому виду, мы сможем более тщательно проводить этот отбор. Тайский бокс – это же в первую очередь умение, поэтому развивать этот спорт проще, например, чем тот же хоккей, где нужна какая-то экипировка. То есть можно привлекать абсолютно… Ну, я так понимаю, что любой зал подойдет для тренировок, если тренер обладает необходимым навыком. Абсолютно любой зал, да, и, конечно же, он должен быть оборудован, ну, как и для боксеров, и также и для тайских боксеров, да, это, естественно, работа и на лапах, и на мешках, то есть все это в залах находится, то есть работа в парах, ну, соответственно, чем больше народу в зале, тем больше твоих оппонентов, которые могут тебе помочь в подготовке. Но вернемся на ринг, встречает второй комплект наград в категории до 51 килограмма Ткаченко Виктор – это Кемеровская область, воспитанник Новокузнецкая, я так понимаю, Новокузнецкий район, да, школа тайского бокса и Рамазанов Алаверди, опять же Дагестан. Республика Дагестан, вот хочется сразу отметить, да, первые два боя и сразу же Кемеровская область и Республика Дагестан. Причем встретились два чемпиона настоящих, потому что Виктор, наш земляк, он победитель первенства Европы, а Алаверди, он обладает чемпионом Европы 2013 года. Да, это буквально недавно закончился этот чемпионат первенства, которые проходили в Португалии в июле месяце, то есть Ткаченко Виктор, победитель первенства, мы видим, является, значит, в июле месяце ему еще было 17 лет. Напомню, что наш чемпионат проводится среди мужчин, а то есть это возрастная категория старше 18 лет, да, то есть если мы видим Рамазанов, у нас уже обладатель Кубка России 2013 года и чемпион Европы 2013 года, то он уже гораздо старше. Но Виктор, восходящая звезда, тем интереснее посмотреть на их схватку. Опять-таки же, возвращаясь к развитию тайского бокса в регионах, да, вот Ткаченко, представитель Новокузнецкого района, буквально недавно началось активное развитие в городе Новокузнецке, тренируется Виктор под руководством Владислава Лырщикова. Первый рамп. Сейчас в данный момент активно развивает он этот вид в городе Новокузнецке. Ну и вот очередной воспитанник уже на таком высоком уровне. Причем, если в прошлом поединке один спортсмен показывал нам абсолютную уверенность, то сейчас я вижу просто накаленные нервы с обеих сторон. Ну, на самом деле, оба представителя переживают так же, как и мы, потому что уже первые два боя и уже соперничество между двумя лучшими командами Кузбассом и Дагестаном, конечно, каждая медаль, каждая награда это очень весомо. Да, чтобы все-таки выяснить, кто в России, какая школа в России сейчас лучшая. Ну, вернемся, конечно, хочется, вот просто чтобы люди примерно представляли про тайский бокс. Вот мы видим, да, что у нас Виктор довольно молодой спортсмен. Вот как ты считаешь, ты же еще и тренер, а в каком возрасте лучше прийти в тайский бокс, чтобы добиться реальных спортивных успехов? Ну, на самом деле, вот сейчас удар ниже пояса, видимо, прошел от дагестанского спортсмена, но продолжается бой. Ну, вернемся, потому что скольки лет лучше начать, да. Конечно, для ребенка лучше всего, чтобы быстро ему это все не надоело, потому что мы знаем, что дети... Быстро переключаются, но это дорогое, конечно. Да, они очень быстро переключаются, им быстро очень что-то надоедает, им всегда нужно что-то новое, поэтому вот активная борьба идет в клинче, да. Зал просто взрывается. Видим скручивание и обмен ударами колен в область корпуса и скандируют трибуны Кузбасс-Кузбасс. Действительно очень равные соперники. Никто никого не жмет, они постоянно контактируют друг с другом. Наконец-то активизировался фанатский сектор Кемеровской области, болеют активно за Виктора. На самом деле это радует, потому что в ринге это очень сильно помогает, когда ты слышишь поддержку из зала, поддержку своих близких, друзей, родных. Мы это и видим, как Виктор под поддержкой своих фанатов проводит неплохое скручивание и заканчивает ударом коленом в область корпуса. Он старается поддавливать тоже. Пропускает один из ударов в лицо. Хорошо, отличное скручивание, и вот проходит удар коленом в голову. То есть Виктор старается не пропускать удары. Мы видим, ноги пролетают мимо, и тут же отвечает он. Отличную тактику сейчас выбрал. Он подхватывает ногу, старается ударить под опорную. Молодец, все правильно сейчас делает. Да, дагестанский спортсмен старается произвести блок. Но у него ничего не выходит. Да, молодцы. Закончился первый раунд. Ребята, Виктор. Отлично проведенный раунд. Достаточно хорошо выбрана тактика ведения этого боя. Мы видим, надежда на победу это уже не просто надежда, это уже такая прям серьезная заявка, судя по первому раунду. Ну и вернемся все-таки к детям. А что ты скажешь о девочках? То есть, ну, как я посмотрел за прошедшие дни, женская категория это вообще очень серьезная, сильная и развивающаяся. Ну да, то есть, хочется закончить, что все-таки более-менее адекватный возраст для занятий тайским боксом у детей это, ну, где-то 10-12 лет, да, когда они уже могут выполнять какие-то конкретные задания, там, да, выполнять достаточно на тренировке с успехом эти задания, да. В принципе, точно так же и девочки. То есть, 10-12 лет, то есть девочки-мальчики без разницы. Уже приходить в зал и заниматься. Но никто не отменяет вот эту общую физическую подготовку, то, что у нас ведется до 10 лет. Мы также набираем группы. Физкультуру. Да, до 10 лет, да, ребятишки занимаются и растяжкой, и делают какие-то физические упражнения уже такие первичные, которые потом уже помогут им в будущем развиваться правильно. А сейчас, что касается, например, Кемерово, вот к тебе как тренеру в первую очередь вопрос, какой возраст сейчас самый наиболее активный в плане, ну, те ребята, которые сейчас приходят, какой это возраст? Ну, на самом деле, принято считать, вот делает подхват ноги сейчас Виктор и высекает опорную ногу. То есть, это прием разрешен в тайском боксе. То есть, и, конечно же, судьи обязательно оценят это. Но отлично. Снова скручивание и обмен идет у нас ударами коленей. Хочется заметить, что они не просто обнимаются, то есть действительно ведется очень сильная борьба, чувство баланса соперника, и каждый хочет, так сказать, поймать, скрутить в момент. Ну, Виктор действительно, это... Неудобно действительно. Сотни по поединку, это блестящий вообще дебют во взрослой категории его. Держится на расстоянии. Вот подавливает Виктор, молодец. И снова ему удается... У тебя от удара. ...посредством отклона корпуса, да, уходить от ударов дагестанского спортсмена. Удар! 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 А сколько примерно проходит времени, опять же вернемся к детям, когда ребята могут уже выходить на ринг, и то есть участвовать в соревнованиях, сколько нужно, год-два? Ну, на самом деле сейчас заслуженный тренер России Виталий Юрьевич Ильин, который как раз и курирует нашу сборную команду, пытается и уже в некоторой части ввел систему получения так называемых разрядов, да, которые называются в нашем виде кханы, да, есть в других видах, да, есть в других видах там каратэ и таны и так далее, то есть выпущенные методические пособия, посредством которых новичок, который приходит в зал, да, может, прочитав эту книгу посмотреть теоретический курс, уже гораздо более проще выполнять практически поставленные задачи на тренировке. Виктор на земле подавляет нашего земляка, спортсмена из Дагестана. На самом деле ничего опасного, идет обоюдная работа, обмен ударами, да, но Виктор главенствующую роль пока занимает в этом поединке, да. Ну, еще такое, как бы, хочется ему отметить, что действительно он уходит от огромного количества ударов, что, конечно, не всегда может продемонстрировать дагестанский спортсмен. Вот тренеры в углу сейчас делают наставление на заключительный раунд. Вот мы видим, пропустил удар рукой и тут же делает подхват ноги со скручиванием и ударом коленом по корпусу Виктор. Еще одно чистое попадание. Не удержался на ногах. То есть, да, ну, на самом деле это просто толчок, да, то есть судьи никак не обратят на это внимание. То есть, ну, все-таки, конечно, в Таиланде принято... Если ты падаешь чаще на пол, то могут и не отдать тебе победу. Третий раунд. Но мы не в Таиланде, болеем за нашего земляка. Очень быстрые удары по корпусу. Еще такой момент. Я обратил внимание, что действительно сейчас именно российский-китайский бокс и даже вспомним, опять же, Артема Левина. В поединках именно с тайцами наши показывают действительно выдающиеся результаты. Наша школа лучше или, Андрюк, чем отличается? Мы сейчас находимся в топ тех команд, которые могут показать, так сказать, каким-то образом похожую или соперничающую технику над спортсменами из Таиланда. То есть, настолько высок уровень, настолько высока подготовка. И выезжают наши спортсмены на сборы и в Таиланд, и проводят свои тренировки в высокогорьях. То есть, настолько уже филигранная их техника. Опять хочется отметить работу тренерского корпуса, что вот именно вот этот весь комплекс помогает достигать именно вот такого уровня. То есть, тайцы сейчас очень приятно удивлены последние несколько лет, да, то, что российская сборная показывает такие результаты, реально соперничает с ними на ринге. Но показателем уже служит прошедший чемпионат мира в городе Санкт-Петербурге, где сборная России заняла первое общекомандное место. Ну и вот мы видим, вновь спортсмен из Дагестана. Конечно же, неумышленно наносит удар ниже пояса Виктору. Все правильно сейчас делает кузбасский спортсмен. Оба уже устали. А 42-й легион, который красуется на футболке нашего спортсмена, это название нашей команды? 42-й легион – это название клуба в городе Новокузнецке, да, которым тренируется, занимается Виктор. Уронил спортсмен из Дагестана. Да, был подхват ноги и высек опорную ногу. И вот снова удар по корпусу, еще один удар по корпусу, еще один удар по корпусу. Целая серия. Отлично, Виктор проводит серию ударов. Рамзанов Алверди пытается уйти, но ничего у него не выходит. Серьезно. Хорошо. Молодец спортсмен из Кемеровской области. Отталкивает от себя соперника прямым ударом. Не дает к себе подходить после завершенных серий. Трибуны скандируют кузбасс, кузбасс. Такая отличная серия. Действительно, мы можем надеяться на победу, если все сложится удачно. И Виктор не потеряет этой хватки, которую нам только что продемонстрировал. Конечно же, мы увидим золото в Кемеровской области. Ну, конечно, не будем загадывать. Устали оба спортсмена. Отлично. Ну что, остается только поаплодировать нашему земляку. Виктору Ткаченко. Отличный дебют. Человек вышел во взрослую категорию и сразу добился такого выдающегося результата. Да. Ну вот еще один поединок доказывает нам о соперничестве двух лучших школ. Кузбасса и Дагестана. Ну, пока один-один среди наших школ. Ну, я напомню, что мы только что посмотрели... Пока прогнозировать ничего мы не можем. Ничего абсолютно. Потому что будем ждать решения судей. И посмотрим, кто же одержал победу в этом поединке. Ну, и пока вернемся к нашей теоретической, так сказать, части. Чем занимаются наши тренера. Это разработаны методические пособия. И после которых, при изучении которого, спортсмен уже может приступить после первого года обучения к поединкам. То есть, так сказать, к официальным соревнованиям среди спортсменов первого года обучения. Через год уже можно начинать свою профессиональную карьеру. Ну, вот мы сейчас видим. Сейчас мы все-таки узнаем, кому уходит золото. Я уже решил поспешно, что все-таки уходит в Кемеровскую область. Но, надеюсь, мой прогноз сбывается. Какое напряжение выдерживается на ринге. В ожидании все. Театральная пауза, длинная. Зрители на трибунах. Что-то не спешит с решением. А почему так долго, кстати? Ну, видимо, какие-то спорные решения возникли у судейского корпуса. Чемпионом страны весовой категории до 51 килограмма становится Рамазанов Алавердеев. Синий угол. Неожиданный поворот. Абсолютно неожиданный. Абсолютно неожиданный поворот. Вторая медаль уходит в Дагестан. Но, мне кажется, это очень спорный поединок. Очень спорное решение на самом деле. Но, я думаю, Виктор Ткаченко показывал великолепную борьбу и весь поединок он главенствовал на ринге. Я надеюсь все-таки, что нашим судьям виднее принятие данных решений. Вот сейчас мы видим, оператор нам показывает главный судейский корпус. Зал просто обескуражен данным решением, конечно. Зал просто обескуражен. Никто даже не подозревал об таком исходе. Вот сейчас мы видим, что главный судья соревнований Константин Геннадьевич Жданов по-прежнему обращается к запискам. Видимо, какое-то спорное решение возникло. Но я хочу сказать, что не стоит забывать, что при возникновении каких-то спорных решений представитель любой команды может подать апелляцию, протест, который главная судейская коллегия должна будет обязательно рассмотреть в обязательном порядке. Мне кажется, это прямо такое сейчас возникло поле для как раз апелляции, о которой ты говоришь. Потому что Виктор Ткаченко весь бой, и действительно, это не только потому, что мы за него болели, действительно, он выглядел лучше, увереннее, интереснее. Виктор Ткаченко гораздо быстрее проводил свои атаки, лучше выглядел в защите. В серии проводил великолепно. Да, борьбу в клинче можно полностью отдать нашему спортсмену из Кузбасса. Но, опять же говорю, судям виднее. Мы пока можем только что-то прогнозировать. Слово «непредсказуемый результат» просто у меня вертится в голове. Выходит Гринчук Александр. Представитель Хабаровского края. Ну вот, Гринчук Александр, представитель у нас... Да, у нас небольшая ошибочка закралась. ...Хабаровского края. Это у нас вес свыше 91 килограмма. Хабаровский край. Гринчук Александр. Для меня, как и для многих знатоков тайского бокса, Александр практически неизвестный спортсмен. Скажу сразу, почему. Потому что Хабаровский край буквально недавно стал развивать данный вид. Но все больше турниров проходит в их регионе. Все больше спортсменов приходит в зол. В синего ринга приглашается Семенихин Семен. Хабаровский край. Город Хабаровск. Ну, в этом поединке мы точно знаем, что золото уедет в Хабаровский край. Да, встречаются два представителя Хабаровского края. Бывает и такое. А почему такое бывает, объясню сразу. Потому что на чемпионат России сборная команда каждого региона может выставлять по два представителя в каждой весовой категории. То есть это не возбраняется, это даже приветствуется. Ну и вот два представителя встречаются сейчас на ринге. Я сейчас вижу татуировку. И я обращал внимание, что у тайбоксеров вообще татуировки очень распространены. Это тоже как-то связано с сакральными смыслами? Ну, утверждать, конечно, тяжело. То, что какой-то определенный смысл носит это, большинство татуировок у спортсменов, да. Ну, кто-то какую-то дань моде отдает, да. У кого-то действительно какой-то заложен смысл. Потому что, как бы, ну, отношение к татуировке, на самом деле, оно довольно-таки такое спорное, такое обширное. И рассуждать об этом можно очень долго, да. Если тайские спортсмены из Таиланда действительно вносят в это какой-то смысл, да. И вот если уже мы об этом заговорили, да. То есть спортсмены из Таиланда, настоящего тайца, можно увидеть полностью. С головы до ног. С головы до ног татуировки, да. То есть им набивают татуировки бамбуковыми палочками. При этом произнося, там, буддийские заклинания и молитвы. То есть, ну, это уже несет действительно какой-то там смысл, да. Ну, а европейских спортсменов, да, вот там, спортсменов из наших регионов, да. Если наблюдать с татуировками, то кто-то больше хочет отразить какие-то картинки из самого боя, какие-то удары, какие-то слоганы. Там такие, например, как «One World, One Muay Thai», «Один мир, один Muay Thai», как говорят все тайцы, и уже наша команда, да, либо такие слоганы, как там «Бесстрашный» или еще что-то. Ну, на самом деле, очень много, очень распространено это, да. Ну, как бы кто-то несет смысл какой-то, кто-то нет. То есть все-таки можно, да, говорить о моде именно среди спортсменов? Да, конечно, можно, потому что сейчас мы переживаем такой век, да, то есть каждый имеет отношение к какой-то субкультуре, какой-то имеет какие-то увлечения, помимо вида спорта, которым он занимается. То есть принадлежность к тому или иному кругу общения, то есть может различным образом проявляться в его прическе, например, или как раз-таки в татуировках. Ну, я смотрю, очень отличается стиль ведения боя свыше 91 килограмма. То есть если до этого я видел практически танец, то сейчас мы видим такое классическое противостояние двух здоровых мужчин, которые выясняют, кто из них лучше. Да, мы видим такие достаточно акцентированные удары ногами. Практически отсутствует серии. Причем обмен идет с двух сторон. Как от спортсмена из красного, так и из синего угла. Ну, на самом деле, для зрителей в зале вот этот звук, вот эти мощные удары, да, вносят еще определенный такой накал, да, то есть при каждом таком звуке... Кажется, что поединок сейчас закончится. Да, на самом деле... Это очень сильно влияет на понимание поединка, да. Можно увидеть удар, который мы никогда даже не услышим. А вот такой удар, как сейчас провел у нас Семенихин Семен в область корпуса. Стоит обратить внимание. Вот обмениваются все-таки они, стараются друг друга прочувствовать, раздернуть. Ну, как-то вроде даже без разведки, я бы даже сказал. Пошли ребята работать. Причем такое ощущение, что как бы мы увидим не кто самый техничный спортсмен, а кто самый сильный. Потому что практически они, ну, по очереди обмениваются ударами. Ну да, на самом деле, как бы хочется сказать сразу, что когда спортсмены начинают с первого раунда вкладываться в удары, да, а если еще они и промахиваются, то есть оппоненту удается защититься, то, конечно, это затрат энергии колоссальный несет. То есть очень быстро устаешь, да, поэтому лучше, как говорится, продумывать все комбинации, стараться вести свой бой с математическим расчетом, холодным рассудком. Не всегда это получается, конечно, я не спорю, но все же. Ну, парням лететь в одном самолете, как минимум. Ну, я думаю, когда они будут лететь в самолете, они будут заниматься уже совсем другими делами. Например, вкусно пообедав займутся просмотром фильма. Но опять-таки же, вернувшись к бою, видим обмен ударов, то есть пока никто никому не хочет уступать. И вот очень мощный удар коленом сейчас провел Семен Семенихин в область печени. Но не удалось сразить своего соперника. Отдыхают наши тяжеловесы. Напомню, что эта категория свыше 91 килограмма. То есть никаким образом не регламентируется. То есть... Самый тяжелый вес Семенихгра и горы. Да, да, да. То есть соперник как может быть... 120. 120 килограмм. Да, так и 130. Вот еще раз нам повторяют этот удар в область печени коленом. И тут же удается защититься от кругового удара ногой. То есть все грамотно, все как по книжке, о которой я уже сказал, да, которые уже стараемся ввести. Так называемые учебники тайского бокса, да. Которые как раз и позволяют. Вот с каждым кханом, а их всего 15. То есть 15-й, к сожалению, может и к счастью, дается посмертно. Вот 14-й кхан существует всего лишь у двоих представителей. Один из Таиланда, второй из Австралии. Вот. А самый высокий в России у кого кхан? А самый высокий это у представителей нашего президиума федерации, наших тренеров. Это 12-й кхан. А среди выступающих спортсменов? Среди выступающих это 11-й, 10-й кхан. Ну, то есть на самом деле эта вся система только еще... Обкатывается. Да, обкатывается на своих началах. Просто почему эта система вводится? Потому что так гораздо проще отслеживать уровень спортсменов. То есть иерархически каким-то образом разделить их. То есть на будущее есть такое желание вести конкретную градацию. Обладатели каждого кхана и возможности выступления на определенном уровне чемпионатов. То есть если ты обладатель, например, от первого до пятого кхана, ты можешь выступать, допустим, на региональных соревнованиях. Но эта система же немножко отличается с той, которая в Таиланде. В Таиланде, насколько мне известно, там у них веревочки они завязывают. Вот о чем сейчас и речь. Кхан – это как раз, по-русски выражаясь, разряд, который несет за собой наличие протеата. Как раз о котором ты сейчас сказал, протеат – это повязка на руку, которая несет сакральный смысл, если обращаться ко всем тайским традициям, и несет определенный цвет этот протеат. То есть каждый кхан – это уже следующий цвет вот этого протеата. Как в карате, тэквондо – цвет пояса у спортсмена, так и в тайском боксе цвет протеата. У спортсмена из Хабаровского края, несмотря на то, что мы уже довольно долго смотрим бой, и все равно, например, я не могу определить, кто все-таки доминирует. Вот хочу еще раз отметить, мы буквально вернулись только что к бою, и опять снова вот этот мощный удар коленом в область печени проводит Семенихин Семен. Ну, вот опять же, что он идет в одну точку, пытается. Ну, да, может быть, это какая-то, да, определенная тактика у него. Может быть, вот видите, мощный удар, круговой удар по корпусу снова в область печени, и рукой снова в область печени. Такое ощущение, что хочет все-таки пробить именно в эту область, закончить, может быть, досрочно этот поединок, да, вроде ребята практически братья с одного региона. Ну, такое у них идет абсолютно бескомпромиссное. Александр Кринчук вот начинает, вот потихоньку начинает все-таки сдавать, мне кажется. Ну, он больше сейчас принимает на себя, но на самом деле, вот смотрите, какой хороший ответ сейчас был, да. Обоюдно сейчас идет работа в клинче. Молодцы, ребята, на самом деле, не сказать, что они показывают плохой уровень подготовки, да. Да, конечно же, на таком чемпионате его не может никаким образом быть плохого уровня, да. То есть, ну, хочется отметить все-таки, что Хабаровский край начал развивать муай-тай. Триумфально. Да, то есть, тайский бокс совсем недавно, а уже такие... Семенихин Семен, Хабаровский край, город Пару. Вот повтор нам показывают. Высекает опорную ногу Александр. То есть, делает подхват, делает подхват ноги. Устали, конечно, оба спортсмена, я смотрю. Конечно, ну, это весовая категория дает знать, конечно, такая гора мышц, можно сказать, такие физически отлично сложенные ребята, да, им же все-таки нужно кормить свои большие мускулы кислородом. Ну, а, кстати, к разговору о питании, вот вы сейчас так обронил, вот хочется мне узнать, занимаешься тайским боксом, есть какие-то ограничения, может быть, или какой-то определенный рацион, набор веса, скидывание веса, как это выглядит? Ну, вот, если начать, вот как раз, да, снижение набора веса, да, вот, ну, опять-таки же, не существует какого-то определенного регламента, да, там, если я занимаюсь тайским боксом, я должен есть только рис, да, или там только пельмени, например, да. На самом деле, все зависит от конституции человека, да, как он сложен, есть ли предисположенность, там, к той же самой полноте, там, или наоборот, к поджарому такому телосложению. На самом деле, занимаясь тайским боксом, идет большой затрат энергии, да, это аэробная нагрузка, плюс вот этот рваный темп, да, если когда мы бежим, да, мы бежим в одном темпе, допустим, да. Распределяется равномерно. Да, равномерно, да, здесь такой рваный темп, когда ты, вот, пробиваешь двоечку, заканчиваешь ногой, да, когда ты, вот, двигаешься по рингу. Вот хорошая серия сейчас от Александра расследовала. И тем самым ты можешь абсолютно не ограничивать себя в рационе питания, то есть это можно, кушать можно все, что угодно, да. То есть каких-то специальных ограничений, например, там, жирное или жирное нет. Да, 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 да. Ну, это, так сказать, в обыденности. Есть одно «но». То есть перед соревнованиями все меняется. Да, перед соревнованиями уже у нас другая сторона. Это, конечно, питание несет одно из значимых пунктов в подготовке. Почему? Потому что большинство спортсменов специально снижают свой вес, да, чтобы попасть в категорию ниже. То есть таким сленговым языком выражаясь сгоняют вес. Серьезно сейчас был атакой. Я видел красные всполохи. Александр на самом деле после перерыва, то есть активизировался снова. И вот мы видим снова опять обмен ударами. Это здесь жесткие удары, причем производят оба спортсмена. Даже сейчас я хочу заметить, все-таки Семен даже больше подустал, а Александр смог активизировать. Да, смог активизироваться. Найти внутренние силы. Ну и, в общем, сгонки веса, то есть, да, если спортсмену нужно попасть в определенную весовую категорию, да, это идет употребление меньшего количества воды во время тренировочного процесса, да, и это употребляется в пищу более низкокалорийная еда. А есть какие-то секреты, то есть, например, ну там, чтобы максимально быстро собрать определенное количество килограммов, например, там, заменить мясо на рыбу, ну или что-нибудь в этом духе? Ну, на самом деле, вот, для каждого веса, да, вот сейчас высекает ногу. Положил на ринг. Александр, да, делает подхват и подопорный бьет, и его соперник оказывается на полу. Обмен в клинче ударами коленей. И вот пытается произвести с разворота удар, но тут же Семен снова бьет вот этот удар в область печени коленом, да. Я так понимаю, это все-таки тактика. Видимо, отработана у него именно вот эта комбинация. И вот пропускает двоечку Александра сейчас. Ну, на самом деле, отличный поединок для супертяжеловесов, да, да, да. Ну, и вернемся, да, к подготовке, то есть для каждой весовой категории вот сгонка веса дается по-разному, да. Если кто-то может перенести ее более легко, там, да, то в более тяжелых весах, там, или в более легких весах, когда уже сгонять абсолютно нечего, тогда уже, да, приходится применять вот эти так называемые диеты, в которых уже прописаны различные индексы потребления, там, и сахара, там, и калорий. То есть, ну, на самом деле, это большой комплекс работы, да, которым уже занимаются и тренировочные диеты. Ну, на самом деле, такого, как бы, конкретного вот этого понимания диеты для меня никогда не существовало, да. То есть, обычно спортсмен готовится к своему очередному старту, да, старается меньше потреблять воды и каким-то образом, посредством более активных тренировок, старается вывести воду из организма, то есть... Ну, вот, Семенихин, Семен, да. Причем спортсмены оба радуются друг за друга. Да, они оба радуются, представители... Оба с медалями. Да, молодцы, на самом деле. Но все-таки хочется отметить, что Семен был несколько точнее. То есть, вот, в его... в тактике ведения его боя просматривались более оточенные, что ли, вот элементы как раз тайского бокса. Ну, тот же элемент, про печень, о котором мы говорили, о котором постоянно отрабатывал на своем противнике. Молодец, Александр. Провожаем мы наших супертяжеловесов. И следующая пара. А у вас есть в тайском боксе, вот я вот слышал, мне просто боксеры рассказывали сушки различные. Пускай они там лимоны едят, с хлеба обычного переходят. Да. Я хочу дожать у тебя, узнать, как это все. Да, конечно, это все существует, никаких секретов нет. Да, и одевают специальные костюмы для сгонки веса, да, такие прорезиненные, которые практически не пропускают кислород, да, чтобы такой эффект бани такой создавался. Ну, конечно, конечно, все это никаким образом полезности нашему телу, организму не приносит, да. Но, опять-таки же, люди идут к чемпионству, люди идут к победам. Да, цена победы, конечно, она очень велика. Наш земляк, обладатель Кубка России. Представитель Кемеровской области, его встречают очень тепло. Титулованный спортсмен Кубок России, 11-13 год, чемпион Европы 11-го года, бронзовый призер чемпионата мира 12-го. Целый ворох наград. Да, и все-таки вот хочется сразу сказать о бронзовой награде чемпионата мира 12-го года. Встречался в поединке Данил со спортсменом из Таиланда. А встреча со спортсменом из Таиланда – это большого стоит. И показал очень достойный поединок Данил. Но потихоньку подготовка нашего тренерского корпуса доходит до того уровня, что наши ребята в легких весах составляют очень большую конкуренцию. Просто принято говорить, что в первых весовых категориях, в наилегчайших весовых категориях доминируют спортсмены из Таиланда. Потому что средний вес, такой как 71 килограмм, 75 и выше, просто не существует таких людей в Таиланде. Они, конечно, есть, но очень редко встречаются. Ну и, соответственно, тот вид спорта, который является доминирующим в этой стране. Такое количество спортсменов высоких категорий, там, выше 70 килограмм. Насколько мне известно, тайским боксом-то в Таиланде занимаются не просто люди, а у них у военных и у полицейских. Да, это одна из стадий подготовки именно милицейского и военного корпуса. То есть они изучают как раз-таки технику муай-тай. То есть вообще искусство муай-тая, оно появилось же тоже не зря. То есть если вернуться к истории, это войны, королевство в Сиам с близлежащими регионами. И вот именно эта техника муай-тая, техника современного тайского бокса, которую мы сейчас наблюдаем, она как раз-таки и создавалась для ведения рукопашного боя во время войны, которая позволяла защитить свою страну, переды своих военных, или как их назвать правильно, я думаю. Ну, этот комплекс же показал свою состоятельность, потому что тайский бокс-то, он стал известен после того, как впервые встретились, когда тайские боксеры с другими видами спорта, и они всегда выходили победителями. И после этого появился этот взрывной эффект, когда начали использовать и смешанных единоборствах, прям тренировать именно вот этот тайский элемент. И вообще, в принципе, тайский бокс, он считается сейчас одним из таких самых серьезных в плане подготовки. Конечно. Техника тайского бокса сейчас абсолютно во всех единоборствах, которые мы сейчас принято наблюдать на наших телеэкранах, да, в каких-либо трансляциях, присутствует абсолютно везде, да. Смешанные единоборства любого вида несут технику тайского бокса. Потому что максимально приближено к ведению реального боя, да. То есть, если возвращаясь к уличной какой-то драке или еще чему-то, тайский бокс более приближен. То есть, если возвращаться к каким-либо другим единоборствам, да, мы там видим какие-то показательные выступления, какие-то отработка каких-то элементов, которые нам, может быть, и никогда не удастся применить, или абсолютно это будет невозможно, то тайский бокс обладает арсеналом таких ударов, которые может нанести абсолютно любой человек. Возвращаясь к детям. Ну, кстати, про детей, да, вот ты рассказал, что действительно, если эти элементы настолько можно использовать именно, например, даже в той же уличной драке, не опасно вообще своего ребенка отдавать. То есть, нужно смотреть спокойный характер, чтобы у него был. Потому что, ну, в 12 лет он получает такое серьезное оружие в свои руки. Конечно. Ну, это уже, опять-таки же, работа тренерского корпуса. Работа на психологическом, педагогическом уровне, да. То есть, уже тренер должен объяснять своим подопечным, да, что это, что за оружие в его руках, и как им правильно пользоваться. Ну, вот сейчас мы видим оппонент нашего земляка вновь из республики Дагестан. Я напомню, что мы смотрим сейчас бой в категории до 54 килограммов. Гаврилов Данил, обладатель вороха Наград, наш земляк, а и Багунов Арслан. Он мировой лидер в этой весовой категории, но среди юниоров. И поэтому мы смотрим, как наш кузбасский ветеран бьется с дебютантом из республики Дагестан. Вот Данил старается немножко поддавливать, поддавливать. Прочувствуется его соперника. Хорошо отвечает сразу же. Ну, немножко не удержался на ногах сейчас. На самом деле, ничего страшного. Был обмен ударами. Старается раздергать соперника. Так удар в пах, но, слава богу, не опасен. Данил, молодец. Ну, к разговору о реальной драке, да, то есть об этих элементах, которые вам пригодятся, но, то есть я правильно понимаю. То есть, например, девочке пойти заниматься тайским боксом очень полезно, потому что в случае какого-нибудь непредвиденной ситуации она всегда сможет себя защитить. То есть это не бокс, это сохраняет фигуру, я так понимаю, и помогает чувствовать себя увереннее. Хорошо сейчас защитился Данил и тут же произвел ответный удар ногой. Не дает работать в клинче, держит баланс, чувствует своего соперника, не дает сделать скручивание. Филигранно оточенная техника. Очень быстро защищается Данил и тут же отвечает. Резкие удары. Да, молодец. Все правильно сейчас он делает, на самом деле. Хорошо. Отличная серия струб с двумя боковыми ударами в область головы. И вот продолжает нависать на своем оппонентном из Дагестана. Вновь хорошо защищается от катлона корпуса. Очень быстро защищается Данил. Хорошо. Причем каждая пара показывает совершенно новую технику боя, я так понимаю, потому что темпы совершенно различные. Вот сейчас посмотрите, они не просто держатся друг за другом, да. Спортсмены чувствуют баланс, да, и при удобном моменте стараются произвести скручивание. Вот Данил сейчас провел отличные два удара в область корпуса. Получает внешнюю поддержку с тригун. Да, тут же вот обмен снова ударами. Ударами ног. Отлично отработанный раунд. Обоим спортсменам тяжело. Представители лучших школ. Напоминаю еще раз вновь. У нас встреча между Кузбассом и Дагестаном. Две сильнейшие школы. Наставление сейчас в красном углу Данилу дает его тренер Василий Викторович Жеребцов. И заслуженный тренер России Виталий Юрьевич Ильин. Мы слышим поддержку трибун. И вот на повторе нам сейчас показывали как раз-таки работу в Клинче. Ну, вернемся, видимо, к тому вопросу, который я тебе задал по поводу девочек. То есть получается, что довольно перспективно, например, можно отдать своего ребенка, там, 10-12 лет. И через год можно не бояться, что что-то произойдет. Ну да, с учетом того, опять-таки же вернусь к тому, что век, который мы проживаем на данный момент, происходит вокруг нас абсолютно разная ситуация. И тем более для девочек, постоять за себя. Второй раунд. В некоторой мере даже необходимость. Болельщики активизируются. Кричат куз-бас, куз-бас. Болеют за Гаврилова Даниила. Хорошая серия сейчас с рук и пытается произвести скручивание Данил. Но вот очень хорошо держат баланс оба соперника. Не дают произвести скрутку ни один, ни второй. Хороший фронтальный удар, прямой удар ногой тип. Сейчас делает Данил. И тут же проваливает, защищается. Соперник из Таиланда проваливает. И отличный удар в область корпуса. И вот все-таки удается высечь опорную ногу дагестанцу. Но при помощи зацепа. То есть при помощи удара под опорную ногу производить такое действие можно. То есть судьи это оценивают. А вот сейчас нам... Но Данил довольно быстро вернулся в форму. Буквально 2 секунды. Да, и он тут же встал. Но рефери показал, что был произведен зацеп ногой. Он показал, что все-таки удар, который был произведен ногой по корпусу, будет защищен Данилу. А вот это вот падение спортсмену из Дагестана, естественно, никак не учтется. Вот отличный удар сейчас проводит в область живота при помощи колена Данил. Все правильно на самом деле он сейчас делает. Поближе подходит к своему сопернику. Делает захват в клинче и идет обмен ударом. Очень красивые резкие удары. Безумная какая-то реакция, когда уходит от таких. Тут же защита. Очень быстро защищается. Еще раз напомню, Данил прекрасно у него получается производить защитные действия. Это судьями тоже оценивается. И после проведения своей атаки в серии рук Данил сразу же входит в клинч и старается произвести скручивание. Молодец. То есть ни секунды не теряет он. Все очень динамичная борьба. Да, очень динамично. Каждое движение несет большую ответственность. Вот обмен ударами, которым в этом обезоте доминирует все-таки Данил. Я напоминаю, что мы смотрим в категории до 54 килограммов. Скандирует Кузбасс-Кузбасс. Это наш спортсмен Данил Гаврилов. Вот пытается нанести сейчас удар коленом. И Багунов-Арслан. Багунов-Арслан. Но не получается. То есть отходит в сторону Данил. А удар по корпусу, чистый, проведенный в исполнении Данила. И еще один удар по корпусу. Посмотрите, как быстро двигается Данил. Но Арслан пытается зажать его в угол. Периодически включает звонок. За второй раунд. Молодцы, ребята. Очень динамично. Очень динамичный поединок, да. Но вот сейчас мы видим, как пытался дагестанский спортсмен высечь опорную ногу. А вот он как раз-таки этот зацеп, да. Буквально две секунды, и наш спортсмен вернулся на рим. Вот. А вот отличная защита в исполнении Данила. А вот здесь уже не удалось дагестанскому спортсмену. И вот это очко, вот этот удар пошел в плюс, конечно же, спортсмену Кемеровской области. Напомню, представителям города Кемерово Гаврилова Данила. И вот у нас следующий раунд. Ну, кстати, вот хочется, опять же, поговорить именно о тайском боксе. То есть Y-Crew, различные татуировки, это все традиции. А что касается суеверий? Ну, здесь уже нужно, наверное, более индивидуально подходить, да, к каждому спортсмену. К спортсмену. Быстрая защита, быстрый ответ. Вот. Быстрая атака. Быстрая атака, да. Отдохнули. Вот тактика ведения Данила на сегодня. Он очень быстро защищается и тут же отвечает. Уходит от ударов Даниил. Вот вернемся к бою. Все-таки очень интересный поединок. Чисто проведенный удар по корпусу. Еще один. Чистая защита. Вот старается выбить опорную ногу дагестанский спортсмен, но не получается у него. Очень хорошо держит равновесие Данил. Продолжает раздергивать соперника. Если заметить, он постоянно проводит такую работу руками. Хорошая проведенная серия. Очень быстро они сбавляют темпы спортсмены. Хорошая физическая подготовка у обоих. Попадает сейчас защиту. Все-таки надо в область корпуса Данилу больше наносить ударов ногами. Очень хорошо у него это получается. Но вот мы слышим, что как раз тренерский состав подсказывает ему. Отличные проведенные удары сейчас в область корпуса при помощи коленей. Нажимает артсалт. Захватывающий поединок. Вот снова в исполнении Данила. Прекрасная защита при помощи отклона корпусом. И ответ ударом ногой. Ну, видимо, подскользнулся сейчас Данил. И вот снова удары коленей. Молодец. Все правильно и грамотно делает Данил. Сейчас. Очень красиво ушел от удара. Вот тебе все-таки больше понравилась техника тайского бокса в исполнении больших ребят? Или вот все-таки тебе нравится динамика исполнения как раз-таки более легких весов? Мне больше нравятся более легкие веса. Потому что прошлый поединок, несмотря на всю свою зрелищность, он все-таки, ну, это противостояние, это все-таки сила. А вот то, что мы видим сейчас на ринге, это действительно... Немножко не удержал равновесие сейчас Данил. Это очень красиво. Абсолютно непредсказуемо. То есть нет обмена ударами. То есть на ринге постоянно что-то происходит. Ну и, конечно, то, как спортсмены уходят от ударов, вот эта безумная реакция, с которой они это делают. Арслан проводит два удара. И тут же на входе удар коленом и отличное скручивание. Да, тяжело сейчас Данилу, но никто не говорил, что будет легко обоим спортсменам. Отлично проведены. Очень быстрые два удара с переменой ног. Вот это разворот. Локтем получается. Прошел, да, удар с разворота локтем. Да, нелегко, конечно, в последнюю секунду пришли спортсмены из Кемперской области. Очень, очень тяжелый поединок. Насколько бы Данил все грамотно не делал, конечно же... Сейчас, надеюсь, покажет нам этот элемент. Защита и тут же ответ по корпусу. Защита и тут же ответ. А вот как раз скручивание в клинче. Не показали нам, к сожалению, последнюю секунду раунда. Приходит в себя спортсмен из Кемеровской области. Конечно, после такого удара, наверное, сложно прийти в себя. Ну, на самом деле, если бы этот удар был акцентированный, да, если бы он как-то потряс соперника рефери, конечно же, обязательно это заметил. Мы слышим скандирование трибун Кузбасс, Кузбасс. И я надеюсь, все-таки, не зря... Я тоже надеюсь, что медаль, конечно, уйдет в Кемеровскую область. Снова замирание. Снова судьи что-то решают. Уходят Дагестан, медаль. Действительно, абсолютно непредсказуемые бои. То есть, если мы посмотрим по последнему, то практически Даниил доминировал всю, весь бой. Но в конце... Хочется отметить, да, что оба спортсмена находятся в одинаковых условиях. Да, ну, я думаю, все-таки нашим боковым судьям и главной судейской коллегии виднее, как закончился этот поединок. Но, я думаю, не стоит расстраиваться. У нас еще все впереди. У нас еще много поединков. Данил обязательно поддержит его команда. Команду, может быть, это раззадорит. Да, я нисколько не сомневаюсь в том, что... Данил доволен своим поединком, потому что то, что демонстрировал он нам на ринге сегодня, конечно, стоит очень многого. Очень достойно он провел свой поединок на ваших экранах. Весовая категория до 57 килограмм. Набати, Кимран, Республика Дагестан, Махачкала. Еще один представитель школы Дагестана. Продолжаем мы поединок двух регионов Дагестана и Кемеровской области. И выходит Абрамов Александр. В синий угол в реках не блажается. Абрамов Александр. Девушка школа Голубкина. Ни капли волнения у Саши сейчас на лице. Очень хорошо готов он физически. Очень хорошо готов психологически. Напомню, что тренируется... Точнее, хочу сказать, что тренируется под руководством Василия Викторовича Жеребцова. Еще один его воспитанник. Ну и, конечно, действуют они в паре с заслуженным тренером России Ильиным Италием Юрьевичем. Да, еще одно сражение, еще одно противостояние. Кузбасс-Дагестан. Ну, будем надеяться, что кемеровскую команду раззадорили. Поражение предыдущее. Ритуал в Айкру. Ребята делают традиционный обход по канатам. Таким образом, как бы замыкая ринг от всего плохого. Да, как принято говорить в Таиланде, да, от вмешательства злых духов в ринг, да, то есть только соперничество между двумя спортсменами должно быть в ринге и ничего больше. Ну, хочется вернуться к тренировкам. Расскажи нашим телезрителям, сколько в среднем нужно тратить на тренировки, чтобы поддерживать себя просто в физической форме. Два раза в неделю, может быть, достаточно одного. Ну, на самом деле... Сколько по времени длится тренировка обычно? Если возвращаясь к физкультуре, да, которой должен заниматься любой человек, любой парень, девушка, мужчина, женщина, бабушка, дедушка, то достаточно, конечно, любых активных действий, да, любых там прогулок на свежем воздухе, проездок на велосипеде, например, там, да, либо там пробежек. Ну, а вот если возвращаться конкретно к тайскому боксу, то для начинающего спортсмена, да, если брать ребенка, например, да, то достаточно на первоначальном уровне это два-три, три-четыре раза в неделю, да, опять-таки же в зависимости на каком уровне подготовки он находится. Да, если это первый месяц, там, достаточно, там, двух раз, там, буквально для начала изучения техники, да, там, второй-третий месяц уже можно три-четыре тренировки делать. Ну, а обязательно каким-то образом смешивая это не только с изучением тайского бокса, да, но и опять-таки же с прохождением каких-то физических нагрузок, там, игровых тренировок, там, или еще какого-то спектра упражнений. Вот, ну, а если брать, допустим, молодежь, да, либо активно занятых людей. Людей, вот видим, мы на ринге, у меня сложилась борьба в клинче. Если брать активных, занятых людей, да, то, конечно, достаточно, там, двух раз в неделю, да, для поддержания физической формы, там, двух-трех, возможно. Все зависит от времени, которое готово посвятить сами желающие позаниматься. Ну, на самом деле, это жесткого какого-то регламента, опять-таки же, нет, да, все зависит от желания, прежде всего, человека, от его возможностей. А средняя тренировка по времени, то есть час-два? Да, средняя тренировка по времени занимает где-то полтора часа, где-то час-двадцать, да, ну, то есть не для спортсмена-профессионала, а, так сказать, для начинающего, либо для поддерживающего форму. Конечно же, ребята, которые сейчас у нас на ринге тренируются по два раза в день, минимум по два часа, каждая тренировка. После чего идет еще комплекс упражнений с физическими нагрузками, да, не только идет работа над техникой, но и работа различных упражнений на выносливость, на скорость. А какими еще видами спорта занимаются тайбоксеры? Ну, то есть, например, я знаю, там, например, боксеры там еще бегают. На самом деле, да, вот как-то, я не знаю, сложился какой-то такой стереотип, да, что боксеры там или тайские боксеры совсем кроме своих тренировок ничем не занимаются. Да, я не знаю, почему такой стереотип складывается, но ребята увлекаются и футболом, и музыкой. То есть, вот, например, Артем Вахитов, представитель нашего региона в тяжелой весовой категории, любитель сыграть на фортепиано. Вернемся на ринг. Да, вернемся на ринг. Конечно, сейчас обязательно скажу несколько слов о борьбе в ринге. На самом деле, была такая, можно сказать, разведка в первом раунде. И соперники не проводили каких-то серьезных серий. Да, серьезных серий, но обмен ударами и работа в клинче, но все-таки преобладал во всей этой работе Александр. Вот посмотрите, какой повтор, да, с прыжком, удар в корпус. А вот сейчас уже в исполнении Александра круговой удар ногой в корпус. И вот пытается высечь опорную ножку, никак не получается, но вот все-таки не удержал, да, равновесие Александр. Интересно, с чего сейчас, конечно, начнется второй раунд. Разведка прошла. Пора действовать. Ну, немножко Александр смотрелся получше в работе в клинче. Вот и второй раунд, сразу удары. Скорость увеличивалась просто кратно. Сейчас делал предупреждение рефери спортсмена из Дагестана. Хочется, ну, ввиду вот этой скорости, хочется тоже поговорить о травматизме. Какие травмы самые частые у спортсменов, занимающихся тайским боксом? Ну, как я уже сказал, да. Вот видите, какая борьба. Очень большой накал сейчас. Удары и коленями, и локти в ход идут, да, в работе в клинче. Александр старается защититься и как можно побыстрее ответить. Не уступают друг другу соперники. Представитель Дагестана более успешно на данный момент проводил скручивание. А Александр отвечает ударом в область корпуса. Довольно успешным ударом. Я смотрю, самые активные болельщики – это тренеры. Когда зал весь сидит в ожидании. Зал замирает просто. А тренеры не могут себя сдержать просто. На самом деле это очень… Выпрыгивают из кресел. Да, очень большой поток информации сейчас идет, да, на зрителя. Потому что с такой скоростью, с которой выполняются все удары и действия, еще же нужно это все обыденному зрителю, да, не нам с тобой, профессионалам, да, а переварить это все и правильно понять, да. Конечно, все в замирании смотрят, что же происходит. Вот Александр проводит чистый удар по корпусу, но пропускает серию руками. Старается сейчас он работать коленями. И вот видим снова блокировка в исполнении дагестанского спортсмена. Как бы горизонтально немножко выставляет он ногу в область корпуса и не дает производить ударами коленей. Тяжело складывается поединок сейчас. Для представителей. С разворота попытался, но не получилось. Для обоих представителей. Вот сейчас хорошая скрутка была, но вот не дается закончить коленом Александру, потому что снова вот эта блокировка следует дагестанцам. Болельщики активизировались. Понимают, что нашему спортсмену сейчас нужна поддержка. Закончился второй раунд. Ну а вернемся к травмам все-таки. Какие наиболее распространенные? Да, ну вот как я уже сказал, бьют наши ребята всеми частями тела и руками, и ногами, и коленями, и локтями. Конечно же, это связки. Конечно же, это суставы, да. Потому что с неимоверной силой просто наносятся удары ногами. С неимоверной силой наносятся удары руками. Конечно же, все это приходится оппоненту. Ну и, конечно же, большое влияние производит и на самого себя. То есть, все профессиональные травмы, которые присутствуют, докторский корпус старается как можно скорее все это дело реабилитировать, да. Ну вот, конкретизировать более часто локти или колени, конечно, мы не можем, да. Возвращаемся в бой. Вот Александр старается более быстро бить, но попадает в защиту пока. Вот сейчас четкие удары по корпусу были проведены. Нисколько друг другу не уступает. Абсолютно равная борьба, согласен с тобой абсолютно. Александр более точно работает сейчас в данной комбинации руками, но пропускает удар по корпусу. Поддавливает всегда первым номером, старается работать. Постоянно давит Александр, постоянно давит. Ну, еще так, по-моему, смотри. То есть, тренеры, я смотрю, ну, некоторые, конечно, дают активные комментарии, некоторые неактивные. Когда ты дерешься, не слышно советов наставника. На самом деле, вот сейчас можно обратить внимание, часто спортсмены из Дагестана поглядывают в угол, да. То есть, он успевает не только послушать, еще и обратить взор. То есть, ребята, когда находясь в ринге, они пристально слушают все команды тренеров, да, которые удается тренерскому составу каким-то образом донести, да, до своего воспитанника. Поэтому достаточно хорошо все слышно в ринге. Стараются реагировать и скорректировать по ходу боя свои действия какие-то. Мы видим очень упорная борьба. Обмен ударами и по корпусу, и снова борьба в клинче. Ну, вот, не дает сейчас проводить удары коленями на боти. Александру пропускает сейчас с разворотом удар. И такой момент, я не совсем понимаю различия клинча и скручивания. Ну, на самом деле, клинч – это более общее название, да. То есть, клинч в себя включает работу. Это вот прям близкий контакт, это как бы клинч. Да, клинч – это вот когда это близкая дистанция. Вот то, что сейчас мы видим. Да, да, вот сейчас мы видим как раз работа в клинче. Она подразумевает собой удары локтями, удары коленями и скручивание. То есть, вот таких три пункта. А скручивание – это когда, получается, они начинают, то есть, руки запускают, да, я это понимаю? Да, вот делают захват руками за голову, да, и стараются сделать круговые движения, да, тем самым каким-то образом сделать дисбаланс, да, своему сопернику, вронить его на пол. То есть, для судей, для судей очень значимо, если ты провел скручивание и остался на ногах, а твой оппонент находится на полу. Да, 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 да. То есть, это очень значимый такой момент. То есть, поэтому, когда, получается, когда они входят в клинч, я смотрю, то есть, стараются ближе подойти именно к сетке, чтобы в случае чего на нее опереться. Да, то есть, вообще, работа возле канатов и использование канатов в любительском тайском боксе запрещена, да. Сразу же хочу уточнить, да, что я имел в виду под любительским тайским боксом. Любительский тайский бокс – это наличие защитных протекторов на локтях и в области голени и шлема, да. Профессиональный тайский бокс – это перчатки, шорты и абсолютно голые торсы, ноги, да. Но это не значит, что спортсмены, которые выступают по любителям, они не профессионалы. Они профессионалы. Но здесь, если у нас идет борьба за медали, грамоты, звания, да, то профессиональный тайский бокс подразумевает под собой получение гонораров, то есть коммерческие поединки. И вот сейчас снова в ожидании, чем закончилось очередное сражение двух школ. Очень тяжело делать какие-то прогнозы. Абсолютно. Чемпионом России становится Александр Абрамов. Александр Абрамов. И вот первая медаль, первая золотая награда в копилке сборной Кузбасса. Недоволен на боти, но я думаю… Это только начало. Это только начало, да. Большой медальной копилки. Александр исполняет свой фирменный трюк сейчас на ринге. Зрители в недоумении, конечно, от увиденного. Не каждый ожидал сейчас наблюдать такое на ринге. Действительно, чемпионат России, он привлек внимание, вот если ты тоже обратишь внимание, если нам покажут, нам показывают как раз сейчас трибуны, больше сидит девушек, девушек, женщин. Ну, я на самом деле не знаю, как объяснить происходящее, происходящий вот этот момент на трибунах, да. Почему же все-таки больше девушек и женщин. Видимо, они просто быстрее освободились с работы, например. Лучше разбираются в тайском боксе, в конце концов. Ну, да, да. Мужчины все-таки более заняты, занимаются своими делами. Ну, те, кто сейчас, не дай бог, сидит на работе или находится у себя дома, может смотреть трансляцию на телеканале «Мой город» в прямом эфире, на сайте «Сибдепо» тоже в прямом эфире и на сайте «Мой город. ТВ» в прямом эфире. А у нас следующая пара. Следующая пара – это город Новосибирск. Горинский Константин. Весовая категория до 60 килограмм. На самом деле, очень тепло принимают сибиряков у нас на родине, да. Все-таки Новосибирск не так далеко от нас. Соседи. Там уже сейчас соперники Кемеровской области будет. Поэтому болеть, наверное, все-таки зал будет за нашего земляка. Будем так кавычить «сибиряка» земляка. А у нас здесь все-таки Айгубов Хаджбар сейчас у нас. Республика Дагестан. Да, вот видим на экранах. Айгубова Хаджбара. Ни капли абсолютно волнения. Белоснежная улыбка, да. Действующий чемпион Европы выходит против. А у Константина же нет таких прям серьезных достижений пока. Да, у Константина нет серьезных достижений. Ну, вот ребята с Кавказа не показывают ни капли волнения. Уже какой поединок мы наблюдаем. Ну, а, кстати, про суеверия. А у тебя есть какие-то суеверия перед боем? А, ну мы, кстати, же не договорились. Закончили мы эту тему? Эту тему про суеверия. То есть это нужно подходить индивидуально, да. Во-первых, возвращаясь к религиозным каким-то там приоритетам, да. Потому что, вот, например, мы сейчас видим в ринге представители мусульманского мира, да. Представители Республики Дагестан. Также, ребята, русские представители стран СНГ, да, то есть в большинстве своем православные, да, у кого-то существуют суеверия какие-то определенные, да. Кто-то обрубает эти все суеверия на корню, дабы не нарушить какие-то заповеди своей религии, да. То есть, ну, здесь очень тонкий такой момент, да. А у кого-то существует просто обычно вот даже имея принадлежность к какой-то религии, да, все равно вот он там, например, вот ни в коем случае там не одевать перчатки там с правой руки, например. Начать одевать перчатки с левой руки. Ну, на самом деле, здесь уже зависит, я говорю, от каждого спортсмена. А у тебя было какое-нибудь суеверие? На самом деле, как бы, довольно спокойно относился ко всему. Каких-то конкретных вот моментов даже вот на ум не приходит, чтобы что-то какие-то я делал такие рационы, там, мационы, или как это правильно назвать, подготовки, да, да, да. Ничего такого не было, да, то есть, ну, они есть, но не у каждого. Присматриваются, присматриваются. Очень спокойно, но вот хочется заметить, что вот передняя рука у спортсмена из Дагестана находится очень низкая, и вот не успев я об этом сказать, тут же пропускает двоечку одного сибирского спортсмена. Нет, нисколько не будет уступать сейчас. Новосибирск, конечно. Фактически, да, наш земляк. Да, Новосибирск, конечно, молодец. Достойно, достойно. Мы пожелаем ему удачи, да. Ну, это не говорит ни о чем, что мы каким-то образом не желаем этого спортсмена из Дагестана, да. Действительно. Сам выигрывать сильнейшие, это понятно. А про Вайкру хотел спросить. Этому специально обучают или это как-то ты сам к этому приходишь? Ну, они, смотри, очень сильно отличаются один от другого. Да, этому обучают, этому обучают в твоем лагере, в твоем кемпе, да, как принято называть, в твоей школе, в твоем зале, как хотите, называйте, да. То есть твой тренер, который посвящает все свое время тебе, работе с тобой, учит исполнению этого танца, этого святого ритуала, да. То есть вот этот ритуал, который происходит перед боем, да, Вайкру, на самом деле это не все, да. То есть Вайкру это сам ритуал прохождения спортсмена по канатам, да, когда он замыкает ринг от злых духов и он плавно перетекает в танец, рамуай. Вот как раз-таки Вайкру, можно наблюдать, он практически у всех одинаковый, да. А рамуай как раз разный, в котором они могут изображать и полет птицы, да, там, и путь охотника, там, и борьбу, там, воина, там, да, вот, некоторые представители Таиланда исполняли, ну, различные, там, как сказать, танцы животных, там, да, то есть, ну, очень-очень-очень большой. Хочу отметить, что Константин больше работает руками, а Хачбар ногами, тем интереснее. Вот мы сейчас пока обо всем об этом говорим, да, вот я смотрю бой, и, ну, сказать, что была разведка, конечно, можно назвать ошибкой, да, но все-таки хочу отметить... Во второй стадии, да, все-таки уже перешли в более активную. То есть, обычно первый раунд, что мы видели, это все равно, да, был такой более медленный. То есть, сейчас в очень контактной борьбе прошла вторая половина раунда. Хочу отметить, что вот спортсмен из Новосибирска нисколько не хочет уступать представителю Дагестана, да, вот старается быть более точным и быстрым при выполнении комбинации руками, да, но вот все-таки не удается ему блокировать удары ногами дагестанского спортсмена. Нисибирскому спортсмену делают массаж. Да, это, как сказать, это уже традицией, конечно, назвать это тяжело, да, это более как элемент именно подготовки, потому что при помощи воды, да, в углу делают тренеры массаж, и рук и ног, да, позволяют размять мышцы от скопившейся усталости, да, что мы подразумеваем, это как раз-таки образование молочной кислоты, да, которая скапливается в усталых мышцах, да, то есть окислительный процесс очень быстро идет. Ну, я так понял, массаж не все используют, потому что я в некоторых случаях... Да, кто-то... Некоторые бойцы и просят сами, да, некоторые тренера делают сами. Ну, то есть... Ну, сейчас вернемся к поединку, то есть... Новосибирец... У меня складывается ощущение, что хачбар посильнее пока. Немножко, да, он так увереннее выглядит, да, более разнообразно, старается работать и руками, и ногами. Ну, вот, видите, в область печени и заканчивает в область головы, а тут же удар ногой. И все это новосибирский спортсмен собирает и не отвечает. То есть, если в предыдущих поединках мы видели эту борьбу, да, и когда соперник, пропустив удар, тут же наносит ответ на какие-то действия, да, то вот сейчас почему-то мы мало-то замечаем. Ну, молодец вот сейчас. Новосибирский спортсмен входит в клинч, проводит удар коленом, но... Оказывается, на землю. Хачбар делает скручивание успешно, и вот оказывается на земле Константин. Очень опытный рефери в ринге сейчас находится. Это Головинский Михаил. Константин снова на земле. Он из города Прокопьевска, тоже очень много времени посвятил тайскому боксу, выступал довольно профессионально. То есть, вся команда, которая работает над проведениями турниров такого масштаба, каким-то образом проводила время в залах тайского бокса. Ну, Прокопьевск вообще это такой большой-большой феномен, потому что это как раз тот пример, когда спорт из небольшого городка, в нашем случае Шахтерского, делает, во-первых, столицу спорта, во-вторых, когда, ну, я бываю часто в Прокопьевске, ребята, все, которые там живут, они просто живут и дышат тайским боксом. Ну, на самом деле, просто выбирать-то не из чего. Выбирать не из чего. И вот, как большинство ребят в Прокопьевске говорят, да, то есть, либо улица и все уличные движения, которые могут привести там, да, к различным последствиям, да, либо спорт. А спорт в данном случае только тайский бокс. А спорт в данном случае только тайский бокс. Более активно разок там. Ну, подтягиваются к Прокопьевску и Киселевску, и другие города, конечно же. Конечно, конечно. Ну, еще такой момент, я хотел у тебя поинтересоваться, но такой немножко даже больше, наверное, такого личного плана, чтобы я больше понимал вообще вот именно тай-боксер как феномен. Вот день тай-боксера, вот он как выглядит? Проснулся утром, потанцевал. Походил вокруг квартиры, выгнал злых духом из квартиры. Да, и блестит диету еще, да. Подиетил маленько, потанцевал, поспал. Сходил на тренировку. Ну, на самом деле, да, конечно, если возвращаться вот к спортсменам такого уровня, которые занимаются в большинстве своем только тайским боксом, да, то есть, ну, есть ребята, которые еще имеют какую-то профессию, какую-то специальность за плечами. Вот, ну, если брать вот спортсмена, профессионала, который готовится к турнирам такого масштаба, конечно же... Вернусь на ринг, такой удар пропустил, конечно. Да, да, да. Хачбар. Это, конечно же, распорядок дня, в первую очередь. Это здоровый сон. А сон сколько? 8-10? Ну, да. Самое главное, то есть, это уже зависит от самочувствия самого спортсмена, то есть, сколько ему требуется, чтобы восстановиться перед следующей тренировкой. То есть, почему говорю перед следующей, потому что обычно ребята, позанимавшись упорно на первой тренировке, конечно же, приходят дома после обеда, снова отдыхают перед следующей тренировкой, чтобы быстрее восстановиться. А вот старается защититься Константин, да, отклоном корпуса ему удается это сделать. Но хачбар открывается при этом, то есть, а он этим и пользуется абсолютно. Вот, вот. Вот хорошие удары проводит он руками. Константин, да, но все-таки чего-то ему не хватает. Конечно, я бы ему посоветовал все-таки заканчивать свои атаки при помощи ноги. Ну, на самом деле, Константин, все равно, или это волнение, или это просто неуверенность какая-то. Он очень сильный спортсмен, это видно. Но как-то побаивается он к хачбару подходить близко. Ну, не в данном случае, конечно. Я вообще анализирую то, что я вижу на ринге. Ну, да, все-таки дает знать о себе. Школа тайского бокса Дагестана. Константин, для него это не секрет. Естественно, волнение какое-то присутствие. Это может быть какая-то небольшая боязливость или страх. Ну, это все, опять-таки же, мы можем только предположить. Но на самом деле, то есть, вот, очень, видно, очень старательно проводит свой поединок все-таки. Наш земляк, сибиряк, Константин Горинский из города Новосибирска. Да, да, немного технически. Уступает, да. Ну, вот, например, если брать в рассмотрение момент, который только что у нас прошел на ринге, да. Опять-таки же, лучше выглядел Новосибирь. Снова пропустил. Ну, вот, пропустил. Ну, хачбар много открывается. Вот я смотрю на его технику. То есть, он очень активно работает ногами, держит дистанцию, но при этом руками не закрывается. Да, да. То есть, у него, получается, при выполнении ударов ногами, руки оказываются в районе пояса. То есть, он их опускает, да. Ну, и Константин сейчас все больше и больше пользуется этим. Да, молодец, что он это заметил. Он, можно сказать, прочитал, да, своего соперника. Вот. Но если возвращаясь, опять-таки же, к технике, да, тайского бокса, при выполнении удара ногой, ты обязательно должен, одна рука у тебя держит баланс, да, выполняя так называемый мах, да, который помогает более быстро выполнить удар ногой, да, более сильно, то есть, замахну, ну, как сказать, замахнуться, что ли. А вторая обязательно должна быть на защите. Ну, вот сейчас нам показывают. Повтор. Вот удачный лоу-кик провел Константин. А вот Хачбар не попадает. Ну, и сейчас судьи решат, куда же уедет медаль. Останется ли она в Сибири или уедет в Кург-Доксстан? Ну, вот если в предыдущих боях мы могли только прогнозировать, да, или о чем-то рассуждать, здесь, в принципе, явно видно, что победу одержал представитель Дагестана. Да, судьи тоже долго не думали, приняли такое решение, но Константин, конечно, молодец, потому что показал отличный тайский бокс. Уже к концу схватки он поймал вот этот момент, что Хачбар больше открывается, начал работать в этом направлении, но до победы не дотянул, к сожалению. Так, а следующий бой у нас вновь представитель Кемеровской области и Дагестана. Это Хайбулаев Ахмет, весовая категория до 63,5 килограмм. И Хромов Андрей, представитель Кемеровской области, город Прокопьевск. Андрей Мелкий. Андрей Мелкий, да, Андрей Мелкий. Вот такое у него прозвище. Но опять-таки же существующее всего лишь в рамках, в стенах его зал, да, то есть его друзья, его соклубники, такие как Артем Левин, Вахитов, Константин Хузин, да, вот. То есть при нем мелким его лучше не называть? Ну да, конечно, выглядит он не совсем мелко, да, но, наверное, какой-то смысл все-таки в этом был или есть. Очень уверенно выходит Ахмет, это участник чемпионата мира по тайскому боксу 2012 года. Чемпион России по тайскому боксу с 2010 по 2012 год, обладатель Кубка России с 2011 по 2013 год и чемпион Европы 2012 года. То есть, ну, не совсем успешно состоялся его поединок на чемпионате мира в Санкт-Петербурге в 2012 году. Он проиграл в первом поединке, но очень, очень достойно провел. Ну, вот вчера мы наблюдали бой Ахмеда с представителем Кемеровской области, с представителем города Кемерово, Костылью. Кромов Андрей и Кемеровская область. Вот выходит наш земляк. Да, очень тяжелый поединок представить сейчас обоим спортсменам. Снова противостояние школ. Уже мы, наверное, устали повторять об этом противостоянии, но все же оно есть. И мне кажется, это еще более подпитывает интерес наших зрителей на трибуну. То есть мы видим, по сути, даже не только личное первенство, но и командное. Ну, давай немножко вернемся к предыдущим дням. Какие ты отметишь, может быть, кто-то тебя удивил из спортсменов? Может быть, кто-то расстроил? Ну, на самом деле, так категорично, конечно, я не готов сказать. Ну, вот был один сюрприз, конечно, который удивил и меня, в том числе и многих. Спортсмен из города Санкт-Петербурга. В весовой категории 91 килограмм встречался с представителем из города Москвы, Минеевым Владимиром. Ну, как-то вот на самом деле без каких-либо размышлений и вопросов все думали, что Минееву будет достаточно легко. Не с таким известным соперником из Петербурга. Но поединок сложился не в сторону Минеева. Да, Минеев сегодня в финале с Вахитовым, да, но первые два раунда того боя он проиграл все-таки. Очень серьезный соперник попался ему. И вот только ввиду того, что физически был, видимо, чуть хуже готов Минеева, третий раунд проиграл. Ну, проиграл, конечно, очень сильно. Много падений было на пол, да, и Владимиру удалось одержать все-таки победу. То есть, судя посчитали, что все-таки Владимир одержал, и поэтому сегодня вот они с Вахитовым встретятся в финале. Ну, я напомню, что мы сейчас смотрим бой в категории до 63,5 килограммов. Хлебулаев, Ахмед, Республика Дагестан, наш земляк, Хромов Андрей, Кемеровская область. Вот идет разведка, да, то есть проверяют сильные и слабые стороны друг у друга Андрея вместе с Ахмедом. Дагестан обменивается то успешными, то не совсем комбинациями. Да, по корпусу. Пропускает Андрея удар по корпусу. И вот проводит сразу хорошую двоечку в область головы, пропускает по корпусу снова. Здесь уже, как отметит для себя судей, достаточно квалифицированный состав судейский. Ну, опять же, я вижу, как и в супертяжелом, да, то есть стараются силой вот друг на друга давить в начале этого раунда. Ну, да, на самом деле, если говорить о легких весах, здесь, конечно, ребята более скоростные, более выносливые. Разгоняются, да, стараются технически как-то предугадать соперника, да, то есть тяжеловесы, конечно, тоже это делают, да. Вот примером является Вахитов Артем, да. Мы сегодня его обязательно увидим и посмотрим, что человек, который весовой категории 91 килограмм, да, а выполняет удары с такой скоростью бешеной, которая только присуща вот легковесам. То есть, ну, на самом деле, все относительно. Не подпускают друг к другу. Сейчас пропустил левую сбоку Андрея и тут же старается ответить. Никаких лишних движений никто не хочет совершать. За каждым своим поступком, за каждым своим решением следят оба спортсмена. Поправляет защитный протектор на локте рефери, дистанскому спортсмену. Ну, и, кстати, про роль рефери. Она же вообще очень серьезная именно в тайском боксе, наверное, даже больше, чем в других видах спорта. Потому что от него зависит, получит спортсмен травму или нет. Конечно, конечно, конечно. То есть, в других спортах обычный рефери просто следит за ходом поединка. То здесь вот именно из-за этого мы видим вот эту близость рефери. То есть, он практически не отходит. Да, конечно. Возвращаясь к тому, что это максимально приближенный к реальному бою вид единоборств, да, и может произойти абсолютно любая ситуация, да. То есть, никто не застрахован ни от нокдаунов, ни от нокаутов. То есть, и работа рефери как раз направлена на то, чтобы избежать, да, уберечь спортсменов. Ну, и, конечно же, напомню, что мы находимся на пути в Олимпийскую семью, да. То есть, вот Международный Олимпийский комитет и дирекция Всемирных игр «Спортаккорд» присутствовали на прошлом чемпионате мира в Санкт-Петербурге, да. И один из пунктов, да, просмотра как раз-таки являлась работа рефери, да. Насколько травмоопасны, насколько, насколько, наверное, даже не знаю, подобрать правильно. Технично-профессионально. Насколько опасен вот этот данный вид, да, для людей, для спортсменов, да, потому что все-таки, чтобы попасть в Олимпийскую семью, мы должны соблюдать все параметры. Но вот профессионально подготовленные рефери, которые проходят судейские семинары, получают судейские сертификаты, как раз-таки подготовленные. Мы видим, нужно настолько-настолько серьезное вмешательство, что поправляет даже подлокотники спортсменов. Вот он дает команду Андрею, чтобы он направился в нейтральный угол, и как раз... Ну, то, о чем мы и говорили, то есть, чтобы полностью, чтобы ничего не могло произойти. Да, а вот, например, слетевший протектор с локтя может привести к рассечению, да. То есть, о рассечении мы знаем, то есть, удар прошел... Какой удар? По корпусу? Да, очень сильный. Очень сильный. Вот тут же удары локтями, коленями и промахиваются. Сейчас Ахмед. А тебе приходилось в реальной жизни использовать приемы? Ну, вот, на самом деле, когда мне задают такие вопросы, да, конечно, всегда хочется говорить «нет» и минимизировать вообще применение. Практически чуть ли не вываливается. Ну, да, мы видим очень филигранную работу в клинче. Ребята контролируют баланс друг друга и при каждой ошибке стараются произвести скручивание, да. Вот сейчас попадает в защиту Ахмед. Хотел ударить он лоу-кик, нижний уровень удара ногой. Вот сейчас... Как ушел хорошо от удара. Здесь снова оба удара и оба защита. Один раз при помощи отклона корпуса, а второй при помощи блока ногой. Андрей демонстрирует. Но он почему-то не отвечает. Вот сейчас ему нужно отвечать. Вот хорошо, ответил. Андрей уверенно обороняется, но при этом, наверное, чего-то выжидает, пока его противник, наверное, как-то подостанет. Ну, может быть, не может пока подобрать ключи к Ахмеду. Что-то у него, видимо, пока задалось не так, как он планировал. Ну, в принципе, довольно неплохо. Ну, да, вот тут взять этот статус. Что-то прощупывает. Трибуны скандируют «Кузбасс». Конечно, хорошо Андрей сейчас проводит серию руками. Андрей вообще не суетится в этой схватке. Абсолютно. Он настолько внимателен, настолько... Сосредоточен. Сосредоточен, да. Несколько секунд буквально осталось, я так понимаю. А вот сейчас представители Дагестана демонстрируют просто шквальни практически огонь ударов коленей в клинче, да? Почему-то Андрей не смог в этой ситуации ничего ответить. Открылся Андрей, открылся. Силы, я так понимаю, не очень много тратит. Ну, да, да, да. Ну, вернемся к реальной жизни. Ждать того, что... Вот повторно показывают, как оба спортсмена при борьбе в клинче чуть не... Показывает, как Андрей выходит от ударов. Хорошо защищается. Но вот обменялись, да, получилось. Пропустил и сразу отдал. Да, да, да. Обменялись боковыми ударами. В реальной жизни, да, конечно, не хотелось бы, я думаю, ни одному из нашей команды применять свое оружие, свою технику, да, где-то на улице, да. И, в частности, скажу о себе, да. Но, конечно, возникают такие ситуации, да. Но, опять-таки же, нужно понимать, что если это действительно опасность, там, какая-то твоей жизни или, там, твоих близких, это уже другой разговор, да. Но применять это для того, чтобы достичь своих каких-то личных целей, ну, это уже не про нас, я бы так сказал. Хорошо. Ну, возвращаемся на ринг. Видимо, Андрей получил нотацию от тренера примерно того же толка, о чем мы с тобой говорили, о том, что нужно действовать активнее. Да, хочу сказать, что вот тренером Андрея является заслуженный тренер России Виталий Викторович Миллер. Сейчас ему дали наставление. Ну, мне, конечно, в этой схватке очень нравится Андрей в том плане, как он уходит от ударов. Молодец он. Очень классно все делает. Несмотря на то, что он такая глыба, которая вроде как не двигается, но как только проходит какой-то удар, он очень технично от него уклоняется. Это, конечно, нравится и мне, и зрителям. Ну, вот пропускает он, конечно, удары по корпусу. И вот. Но фанатский сектор Дагестана, я так понимаю, в спортивном комплексе арена тоже не слабый, потому что буквально на несколько минут назад я слышал скандирование «Дагестан, Дагестан». Так что, я понимаю, гостей у нас тоже немало. Ну, представители республики, конечно, присутствуют здесь у нас на трибунах, плюс эта команда. Вот это, конечно, удар. Хорошо отталкивается прямым ударом ногой Андрей. Хорошо встретил рукой сейчас и добавил круговой удар ногой. Ну, конечно, спортсмен из Дагестана. Конечно, вот немножко начинает более активно сейчас проводить эту часть раунда Андрей, да. Вот нужно немножко ему добавить темпа все-таки. Вот снова в защиту, снова в защиту. Обменялись ударами в защиту. Андрей, точное попадание в корпус. И вот. Пропускает спортсмена из Дагестана. Вход в клинч и удар коленом, да, там обмен ударами локтей. Скандирует Кузбасс. Действительно, Андрей, вот он именно своим защитными техниками хватает. Хорошо, подхватил ногу и тут же ответил серия из рук. Перегресс, перегресс, разрабатывает. Серия из рук и все точно в цели. И вот снова серия из рук. Андрей молодец, конечно. Вот. Ну, открывается, открывается. Бьет даже руками в корпус. Опять хотел с разворота сделать удар. Я надеюсь, ему все-таки удастся. Защита, обмен ударами. Темп, конечно, был очень... Бешеный. Бешеный. А до скольки лета идет карьера профессионала? Ну, вот у нас было несколько вопросов, там, да, вот таких, как травма, там, да, или таких, как, чем занимается, кто, да. Ну, если это, не дай бог, конечно, травма какая-то, за счет нее спортсмен прекращает свою карьеру, да, конечно, это не совсем хорошо. Вот. Ну, в среднем, конечно, спортсмены стараются как можно дольше не заканчивать свою спортивную карьеру, да, как можно дольше проводить свои поединки, участвовать в всеразличных турнирах. Ну, то есть, например, на футболе 35, например, а? Ну, да, я думаю, что, вот если, например, брать тяжеловесов, да, то это тоже где-то возраст 30-35, да, если более легкие веса, ну, все, что приближается, там, к цифре 30, можно смело брать. Вот, ждем результата. Да, очень интересно и мне. Война, чемпионом России становится Ахмед Хабулайев. И уходит в Дагестан медалька золотая. Вот снова еще одна золотая награда. Ну, Дагестан, конечно. И у Дагестана, ну, да, это еще раз показывает о том, что настоящая бескомпромиссная, честная борьба сейчас проходит в спортивном комплексе аренов. А давай вот такой момент, я хочу для себя, хочу для себя уяснить такой момент по поводу начисления очков. Каким образом это идет? То есть, вот смотри, то есть для меня, например, вот несколько боев абсолютно неожиданные результаты. То есть я не ожидал, даже в принципе сейчас я как бы думал, что Андрей все-таки сможет вырвать победу, но этого не произошло. Как вот эта система выстраивается? То есть судейский корпус оценивает акцентированные, точные попадания. То есть смотрятся абсолютно все удары. И удары и ногами, и руками, и колени, и локти, плюс скручивания, о которых я говорил, да, нету каких-то приоритетных действий. Оценивается абсолютно все. То есть нет такого, что, например, там лоу-кик дороже, чем по баллам, чем, например, попадание в корпус? Абсолютно нет, абсолютно. Ценится четкое, точное, сильное акцентированное попадание, да. Это может быть и лоу-кик, да, нижний уровень удара в область бедра, в ногу, да. И также это может там прямой удар рукой. Абсолютно разные несут они оценку, да. То есть я правильно понимаю, то есть спортсмен, который, например, больше двигается, больше наносит именно точных ударов, может быть, даже там не разворотов каких-то серьезных, а именно прям, ну, грубо говоря, жалит своего соперника, он, по сути, побеждает. Да, 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 он может оказаться победителем. Но такие параметры, да, как там лучший стиль ведения боя, лучшая защита, при спорных каких-то моментах все обращается к этому внимание, конечно же, смотрит. А вот сейчас у нас, дорогие друзья и любители тайского бокса, Ульянов Алексей, представитель города Прокопьевска, Кемеровской области, весовой категории до 67 килограмм, подошел в красный угол и готов уже выйти на ринг. Ульянов Алексей, трехкратный чемпион России по тайскому боксу. Встречаются опять два вороха просто наград. Серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка России по тайскому боксу 2007, 2009, 2011, 2012 и 2013 годов. Участник чемпионата мира в Санкт-Петербурге. Джаниев Хаял, представитель Челябинской области. Представитель Челябинской области является серебряным призером чемпионата Европы 2013 года. Один из самых ожидаемых боев на самом деле сейчас у нас будет, да, потому что Хаял является также спортсменом, который проводит профессиональные поединки. Да, я уже говорил о том, когда у нас спортсмен выступает в шортах и перчатках, да, он является победителем и обладателем титула чемпиона Европы по версии WBC, да, раздела тайский бокс. И достаточно успешно выступает он на профессиональном ринге. Ну и, конечно же, большие достижения имеет и в любительском тайском боксе. То есть, Хаял бронзовый призер прошедшего чемпионата Европы, чемпион Европы по версии WBC по профессионалам, как я уже говорил. Вот. А Алексей Ульянов зато славится победами над таким известным тайскими боксерами, как «Инфинити». Это один из ярчайших представителей тайского ринга, да, представителей сборной Таиланда. Вообще часто есть возможность встретиться именно с тайскими спортсменами? Ну, на самом деле, встреча с тайским спортсменом на чемпионате мира, она просто, как сказать, безысходна, что ли. То есть, это в любом случае встреча когда-либо возникнет. Вот, если ты, конечно, не представитель весовой категории 91 килограмм, там, да, 86 или 81, как я уже говорил, там, таких нет. Ну, а вот если ты находишься в диапазоне от 45 до, там, 67 килограмм, то встреча с тайцем неизбежна. Вот. И, конечно же, как я уже говорил, представители нашей федерации, представители нашей команды довольно-таки успешно. Составляют конкуренцию. Пожелаем нашему земляку, представителю Кемеровской области Алексея удачи. Очень сейчас ожидаемый, непредсказуемый, очень серьезный поединок нас ждет. Тренерский корпус дает последнее наставление. Напомню, что в углу секундируют Алексею заслуженные тренера по тайскому боксу Виталий Юрьевич Ильин и Виталий Викторович Миллер. И его сразу можно увидеть, как Хаял без разведки сразу же, просто шквальный огонь мощных ударов по корпусу. Хочется сейчас отобразить Хаял, но Алексей успевает защититься. Вот видите, как быстро уходит, да, старается сейчас раздергивать. Тут же отвечает попаданием обыск головы. Слетает экипировка. Очень, очень, очень серьезная подготовка была проведена у обоих спортсменов, это заметно. Уровень и скорость чрезвычайно высокие. Весовая категория уже не такая легкая, удары уже гораздо ощутимее. Такой баланс, когда и удары уже ощутимые, но скорость при этом не спадает. Да, вот хорошая серия руками сейчас проводит Алексей, достигая цели. Вот он двигается хорошо, непринужденно, старается защититься. Да, вот еще один промах со стороны. И отличный удар коленом сейчас проводит в область корпуса Алексей. Пропускает, нужно немножко руки, конечно, повыше держать, но он сразу же учел это. Но Алексей при этом, я отмечу, он открытый, то есть очень часто справится. Старается, старается раздергивать. Вот сейчас попадает удар по корпусу ногой. И вот, а вот Хаял попадает в защиту. Но зато достигает цели. Решил ответить тем же самым ударом. Алексей очень мощный, быстрый удар по корпусу ногами. Двигается. Отличное скручивание. Снимает он себя соперника, захват. Достаточно уверенно чувствуют себя оба спортсмена сейчас в ринге. Никто никому не хочет уступать, но вот Алексей уже гораздо лучше выполняет. Серию руками. Удар за ударом. Да, который достигает цели. Посмотрите, как он двигается. Очень технично уходит с ударов, уводит. Вот сейчас пропустил. Пропустил, да. Попустил. Возвращаясь к тому, что очень хорошая подготовка обоих спортсменов. А вот Хаял старается даже немножко поддавливать. Алексей снова. А вот же поджимает его в угол ринга. Старается скрутить. Подсказывает сейчас тренерский корпус Алексею, что нужно заканчивать ногой. Вот сейчас был обмен у нас такой, так называемый. Вот Алексею подсказывают. Вот к его шквальному огню серийных ударов руками надо заканчивать ногой. А вот сейчас Алексей продемонстрирует, как он сделал это колено. Отличный раунд для Алексея, для Хаяла. На мой взгляд, немного точнее смотрелся Алексей. Да, более технично. Более технично, да. Хаял поддавливал. А есть такой момент, я хотел у тебя поинтересоваться. Вот мы с тобой говорили именно про систему начисления баллов. А штрафы бывают? За что вообще их дают? Конечно. Вот у нас прошло несколько поединков, да, в которых я уже обращал внимание там на зацепы, например, да. Когда делают так называемую практически подножку, да. То есть разрешены скручивания, но без использования третьей точки, да. Не как в борьбе, то есть поставить бедро, зашагнуть ногой, да, за тебя и произвести бросок. Конечно же, я не могу, это сразу же будет предупреждение. Естественно, никаким образом нельзя нелестным образом отзываться в адрес друг друга в ринге. Это сразу же последует предупреждение. Ну и, конечно же, если говорить о попадании ударов в пах, да, то есть, конечно, они неумышленные, да, но вот... Делают минусы, да, получается? Да, умышленных ударов в эту область не должно производиться. А так разрешены все удары, то есть полный контакт, мы это видим, то есть максимально приближены к реальному бою. Я еще раз хочу напомнить. Давайте посмотрим. Причем мне очень нравится техника Алексея именно в том плане, что он вот вроде как открытый, я так смотрю, и вот сейчас пропустит, сейчас пропустит, но всегда выходит. Да, отличное скручивание сейчас было. Чуть-чуть ему надо, чуть-чуть надо разнообразить ему немножко, чуть-чуть разнообразить. Вот хороший, хорошо оттолкнулся типом, и вот здесь бы добавить рук и закончить. Шел от удара. Ну, опять же, хочу напомнить, что борьба идет очень серьезная, на высоком уровне, поэтому малейшая ошибка может привести... Мы уже это наблюдали, даже малейшие ошибки, когда они приводили к печальным результатам. Да, к тому, что начинают пропускать удары. Накану ведь ни много ни мало, а титул чемпиона России по тайскому боксу. Напомню, что мы с вами сейчас находимся в спортивном комплексе «Арена». Что это трансляция? Вы можете видеть, упал Алексей, получил прямой удар, пропустил. Вот то, о чем я говорил, его излишней открытости. Пропустил элемент. Да, мы находимся в спортивном комплексе «Арена». Прямая трансляция чемпионата России по тайскому боксу. Категория до 67 килограммов. Алексей Ульянов, Кемеровская область, наш земляк. И Джаниев Хаял, Челябинская область. Сейчас борются за титул чемпиона России. Да, на самом деле, обстановка наколена до предела. Темп просто неимоверный темп. Огромное количество ударов высыпают оба спортсмена и руками, и ногами. Но Хаял активизировался, скорость его стала выше. И вот отвечать ни в чем не уступают, не хотят друг другу. Ни в чем абсолютно. Каждый удар на весь золото для представителя как и Прокопьевска, так и Челябинска. Мы, конечно, очень болеем за Алексея, да. Но при этом я все-таки отмечу, что Хаял активизировался. Сейчас он пропустил, конечно, но вот до этого он показал такую хорошую скорость. Хорошо уходил, хорошо носил удары. Ну вот подсказывает в углу Алексею, что надо добавлять. Ногами чаще удара. Ну, чаще стал пропускать Алексея, прям кратно чаще. Ну, отвечает, отвечает Алексей. А вот попал хорошо удар по корпусу. Отлично! Отлично сейчас проводит встречный удар передним локтем Алексея. Очень здоровский раунд. Отмечу очень мне понравился. Сейчас вот бил удар Хаял ногой по корпусу, да. А Алексей в предыдущем эпизоде ответил ему на встречу рукой. Прямой. Вот еще серия рук. Нет, получился такой обмен ударами, наверное. А вот падение Алексея, да. Фронт кик, прямой удар ногой. Или тип в тайском боксе, как он называется. Снова обмен. Видите, обменялись ударами ног. Вот, еще раз. Да, очень классно показывают нам повторы. Возвращаемся в бой. Ну и вот, заключительный раунд. Конечно, Алексею нужно активизироваться, потому что в первом он себя показал, конечно, очень хорошо. Во втором все равно немножко хуже. Хочу заметить, что Хаял все-таки работает в левосторонней стойке, да. У него правая рука впереди, а левая рука сзади, да. То есть бьющая рука у него левая. То есть, конечно же, для Алексея это не совсем удобно. Ну и для Хаяла тоже. Но Хаялу, конечно, приходится чаще встречаться с ребятами, которые в правосторонней стойке работают. Отличная серия, отличная серия. В область печени и заканчивает в голову Алексея. Устоял, устоял, Алексей. Очень четкие удары, да. Молодец, очень красивые комбинации проходят. Ну вот, нужно не забывать ему скорость. Скорость просто неимоверная. Вот мы сейчас сидим с Андреем возле ринга, и нам слышно и силу этих ударов, и с какой скоростью это все происходит. Никто не хочет отступать. Отличная комбинация. Это Алексея хорошо попадает. Старается Хаял встретить нас встречу ударом колена. Четкие, выверенные удары. Да, опять-таки же, вот вернуться к тому, что оценивают судьи, это четкое попадание. Да, вот если Алексей попадает руками в голову. Сейчас пропустил, конечно. Хорошо, колено в область печени сейчас проходит навстречу. Чем выше скорость, тем ты, получается, лучше. Потому что при большой скорости ты можешь больше таких точных ударов нанести. Ну, не всегда просто спортсмен успевает защититься, да. То есть, да. Хорошо, сейчас пробивает серию руками и заканчивает прямой удар коленом в корпус. Очень жесткий. Алексей демонстрирует изящную технику. Исполняет руками и добавляет локтем снова передний локоть сейчас в область головы. Отличная серия руками. Я надеюсь, режиссер трансляции нам покажет вот эти моменты. Да, это просто Алексей демонстрирует истинную технику тайского бокса. А вот снова рука в область печени. И вот сейчас уже подходит к концу раунда. Начинает спортсмен увеличивать темп и количество ударов. Вот Алексей по-прежнему двигается. Старается... Ну, хорошо, хорошо уходит от ударов. Старается высмотреть, так сказать, слабые стороны Хаяла. И вот пропускает. Хаял хорошо сейчас сработал. Побыстрее надо работать. Алексея все-таки побыстрее не застаиваться надо. Мы понимаем, что он устал, конечно, но все же... Вот хорошее попадание. Троечка в голову пробивает Алексей. Закончился третий раунд. Молодец, Алексей. Отличный раунд, отличный бой. Если судьи, конечно, не решат по-другому, но, по-моему, Алексей явный лидер. Конечно. Очень красивый бой. Алексей молодец. Быстро, динамично. Да, супер противостояние. Но вот сейчас мы видим просто шквал ударов с рук. Попадает Алексей вот в область печени, в голову снова. Чистые прямые удары. Вот тип исполнения Алексея. Вот все-таки удается ему держаться, видите, на ногах, да, вот в этом моменте. И удар коленом. Пропустил, да. Удар коленом четко проведенный, сильный, акцентированный. Как раз вот если возвращаться о том, что оценивается, да. О бачках, да, то, что мы говорили. Да, вот оба демонстрируют свое главенство в ринге сейчас, да. Но все решат судьи. Все решат судьи, да, конечно. Еще раз хочу напомнить, что уровень спортсменов очень высокий. И вот в замирании. Еще пару секунд, и мы узнаем, кому уйдет золотая медаль чемпионата России по тайскому боксу. Надеется все-таки, что Алексей одержал победу в этом. Очень много упустила Кемеровская область медалей. И, конечно, хочется, чтобы вот это золото упало в копилку наших медалей. Становится Алексей Ульянов. И мы поздравляем Алексея с этой красивейшей победой. Молодец, Алексей. Классный поединок. Супер противостояние. Конечно, уже не с дагестанской школы, но с восходящей суперзвездой тайского бокса. На профессиональном ринге, да, и в мире любительского муай-тай Джаниевым Хаялом Алексеем. Наши поздравления. Это был супер поединок. Мы продолжаем смотреть наши бои. И вот уже к выходу готовится Магомедов Зейналбит. Республика Дагестан. Висает категория до 71 килограмма. И Семенов Валентин. Город Кемерово. Вот наш земляк. Представитель команды сборной Кузбасса. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Виталия Юрьевича Ильина. Обладатель Кубка России 2013 года. Призер чемпионата мира. Магомедов Зейналбит у нас действующий чемпион мира. Чемпион Европы. Одержал он эту победу над Виталием Гурковым. Виталием Гурковым в прошлом году в Санкт-Петербурге. Над очень именитым спортсменом из Белоруссии. Который является десятикратным чемпионом мира. В этой весовой категории и весовых категориях ниже. Магомедов. Действующий чемпион Европы. Дважды в течение года победил восьмикратного чемпиона Гуркова. Еще раз напомню. И выступает также в профессиональных поединках. В разделах тайского бокса. Так и К1. Ну а Валентин Семенов. Это один из... Можно так уже сказать. Ветеранов сборной Кузбасса на этом чемпионате. Уже выступают его ученики. И вот один из его учеников вчера в одном из первых финалов одержал уже победу. На легчайшем весе. Вот сейчас покажет пример. Магомедов. Магомедов Зайналбит. Республика Дагестан. Очень сосредоточен. Вот в отличие от других его соклубников, да? Можем наблюдать на его лице... Уверенность и невозмутимость. Да, такую... Даже с избытком, наверное, сосредоточенность какую-то, я бы даже сказал. Ну вот... Ну, видно, конечно, очень самоуверенный спортсмен. Да, вот я бы хотел сказать, что все-таки, чтобы вот эта уверенность, она вот не перетекала в самоуверенность. Потому что иногда это, бывает, мешает спортсменам адекватно оценивать свои силы, ситуацию, да. И вот каким-то образом с холодным рассудком уже относиться к своему поединку. Семенов Валентин, вероятно, в земляк, выходит, скандирует зал. Трибуны, конечно, скандируют. Валентин. Улыбается. С улыбкой на лице непринужденно. Нисколько не сомневаюсь, что отлично готовы к этому поединку. Ну, и хочется вернуться все-таки, что у нас эта весовая категория уже относится к отборочной на всемирные игры боевых искусств, которые пройдут в этом году с 16 по 28 октября в городе Санкт-Петербург. Не зря в том году чемпионат мира по тайскому боксу проходил именно в Санкт-Петербурге. Потому что, напомню, Международный олимпийский комитет, дирекция всемирных игр «Спорт-Аккорд» как раз-таки просматривала площадки, тестировала на одном из видов, то есть на нас, на тайском боксе, как будут проходить эти соревнования. То есть вот эта возможность выпала именно Санкт-Петербургу. Победа, получается, будет двойная, не только медаль, но и путевка на Санкт-Петербурге. Конечно, да, да, да. То есть возможность вот это предоставилось Санкт-Петербургу не просто так, это отлично проведенные соревнования по тайскому боксу, чемпионат мира, да, высокие оценки от Министерства спорта, высокие оценки от Всемирной международной организации тайского бокса. Да, ну и коль мы затронули эту тему, хочу напомнить, в каких весовых категориях все-таки ведется отбор на Всемирные игры. Это 54 килограмма, да, как раз у нас была встреча Гаврилова и Багунова. Это 57 килограмм, это 63,5 килограмма, 67 килограмм, 71, 75, 81 и 91. В таких весовых категориях ведется отбор на Всемирные игры боевых искусств. То есть это 8 категорий, в которых спортсмены в качестве отбора участвуют на чемпионате России по тайскому боксу. И уже после этого формируются сборные... То есть смотри, получается, спортсмены, которые сегодня побеждают, они без вариантов попадают на Всемирные игры. Конечно. А помимо тех ребят, которых мы увидим сегодня, еще кто-то будет там из наших? Нет, вот эти соревнования являются отборочными. То есть это как раз такой путевочный этап. Да, вот тут как раз здесь... Без разведки. Вообще в следующий поединок ни секунды даже. Ни секунды, просто вообще. Сразу в бой. Сразу в бой. Очень агрессивно, что Семен... Валентин Семенов. Прошу прощения, дорогие друзья. Конечно же, Валентин Семенов. И Зайналбит. Ну, конечно, показывает какую-то безумную скорость. Сразу, причем просто с первых минут. Мощнейшие удары, да. Проведена просто колоссальная подготовка Валентина вместе со всей командой. Да, напомню, его тренером является Виталий Юрьевич Ильин. Заслуженный тренер России. И как раз-таки главный тренер сборной Кузбасса. Главный тренер сборной России по тайскому боксу. Вот это... Отлично, отлично высекает опорную ногу. И вот, я думаю, если Валентин начнет продолжать ведение поединка именно в такой манере, да, будет агрессором и работать первым номером, то... Медаль. Недалека медаль, недалек путь на всемирные игры. Но мы пожелаем Валентину, конечно же, удачи. Ну, конечно, показывают какие-то невероятные вещи. Я вот просто разворот в воздухе. Собственно, ради таких моментов мы и смотрим единоборство. Да, конечно, весовая категория уже не 54 и не 57. Удары с каждой весовой категории все сильнее. Каждый удар может привести к нокдауну или нокауту. Валентину нужно немножко активнее быть с ударами ног по корпусу. И вот отличный уход демонстрирует он, да, за счет уклона, да, от клона, точнее, корпуса. Он вылетит, воспользовался, воспользовался. Но неудачно. Но вместе спортсмены падают на настил ринга. Еще раз напомню, что более приоритетно является для судей, когда кто выполняет скрутку, оказывается все-таки в стойке, да. А его уже соперник, когда лежит на полу. Поэтому, в принципе, не так страшно, да, для нас, как для болельщиков. Итогового счета. Да, и итогового счета. Советуют. И вот сразу же вот... Зайналбиду советуют больше работать ногами у тренера, который рядом с нами находится. Мы все слышим. Да, мы все слышим. Мы бы, конечно, с удовольствием подсказали Валентину. Но... Боюсь, что телезрители тоже... Телезрителям придется и зрителям нашей трансляции в интернете придется делать свои... Телевизоры, компьютеры. Гораздо тише, если мы начнем кричать прямо с нашего места. И болеть. Как это сейчас, например, делает зал. Я думаю, что пробивается сквозь трансляцию. Ну да, да. Эти крики. Я бы, конечно, с удовольствием сейчас поболел за наших ребят, за сборную Кузбасса, потому что... Вы не видите, конечно, но Андрей сейчас занял такую позицию на рывке. То есть он такой сел, такой, оп, и ждет. Но, конечно, не удастся. Мы все-таки оцениваем поединки. Напомню, что мы смотрим... Очень классная серия руками сейчас. И заканчивает ногой Валентин сейчас. Но я вот считаю, что это все-таки... Вот это вот, вот это замечательное. Да, отличный момент, да. Конечно же, это оценят судьи. Здесь был четкий удар, четкие выбивания под ногу, вот, да. Никакой подсечки, никакого... Просто повернул в воздухе своего соперника. Да, да, да. Я очень сильно надеюсь, конечно, на удачу в этом поединке Валентина. Ну, пока он демонстрирует для этого все просто. Молодец, конечно. Вот еще раз повторюсь, надо бы ему вот первым номером, агрессором и без разведки. Без разведки, но... Рефери только успевает их занимать. Больше ударов ногами, больше ударов ногами. И вот не дает работать в клинче Валентин. Зайналбит наступает все больше и больше. Очень интересный поединок. Ну, причем, видно... Хорошая серия с рук сейчас. И вот ножки бы добавить еще Валентину, но... Он посчитал, что достаточно этого и немножко решил отбеждать, да. Снова смыкаются в клинче. И вот теперь уже удачное скручивание в исполнении Зайналбита, да. А это все в защиту. А это все по рукам, это в защиту. Вот не дают друг другу работать в клинче соперники. Валентину все-таки нужно быть более четким... Начал пропускать в ударах ногами, да. Ну, конечно, усталость сказывается уже. В втором раунде, да, поединок. Начинают более... Вести более вязкий поединок, да. Снизилась скорость. Да, снизилась скорость, да. Очень часто стали примыкать друг к другу в клинче. Прямой сейчас удар пропустил. Да. Валентину сейчас бы не мешало вести более динамично, более часто выполнять удары ногами. Валентин. Ну, вот немножко... Выпил. Постигла неудача его в последние... Вышел из под ног. ...несколько секунд, да, да, да. Ну, вот я думаю, руками надо начать Валентину. Ну, он старается, но... Да, всячески старается, вот. И... Зеналбит сейчас такой... Неплохо. ...дрюк сделал, развел руками. Неплохо получается, но вот все мимо. Хотел смыть. Да, конечно, очень хочется подсказать. Совершенно другой. Зеналбит показывает в втором раунде совершенно какой-то другой тайский бокс. То есть он активизировался. Зеналбит начал двигаться. Видите, он демонстрирует легкость. То есть он свое превосходство, превосходство давит. Демонстрирует легкость, доминацию, да. А вот Валентин... Открывается, причем нарочито специально. А вот Валентин решил принять позицию более такую скрытную, да, оборонительную. Но вот, тем не менее, видите, начал давить. Ногами надо почаще все-таки, наверное, Валентину. Но я думаю, подскажет ему Виталий Юрьевич. И, конечно же, старается. Все-таки, видимо, не получается. Не может он подгадать ключи, подобрать в этом раунде. Но все же, вот. Ну, Зеналбит как-то прям чувств начал к разговору о его самоуверенности. Вот она сейчас из него просто... Просто льется. И, конечно, нужно этим Валентин... Ну, вот пока на данный момент, да. Вот я наблюдаю последний эпизод, да. Мы посмотрели. Зеналбит просто идет вперед, да. Вот даже блокировка отлично продемонстрирована со стороны Валентина, да. Чтобы Зеналбит не смог нанести удары коленями в клинче. То есть говорит о том, что мы видели, как оттянулись канаты, что Зеналбит просто прет вперед, да. А вот Валентин ничего не дает ему сделать. Обороняется. А вот классная серия. Просто сейчас рук вот на повторе нам показывают в исполнении Валентина. Вот, да, да. И удар нам. И тут же нам показывают, как его постигла неудача. Ну, на самом деле... Ну, вот это падение. Не только эта неудача его постигла. Да, вот под опорную ногу Зеналбит сумел все-таки ударить. И вывести из равновесия Валентина. Заключительный раунд. Хоть вот с развороток пропустил. Третий раунд. Валентин. Сейчас у нас готовится... Вывести спортсмены вот уже в ринге. И третий раунд. Будем надеяться, что Валентин сделает все возможное. Активизируется. Соберет силу. О, да. Показывает он, что... Для того, чтобы одержать в этом противостояние победу нужно. Быть более разнообразным Валентином. Более... Динамичным. Динамичным, да. Заканчивать свои удары ногами после начала атаки с рук. Не дают, не дают друг другу провести удачные атаки. Услышал, наверное, совет от тренера. Да, вот нам очень слышно. Вот сейчас мог быть, конечно, удар очень хороший. Но Зиналбит ушел от него. Но зажал в угол Зиналбита. Неудачно. Неудачно для кузбасского спортсмена. Сейчас вот удар коленом пропускает Валентин. О, четкий удар. Зиналбит демонстрирует. Ну, Зиналбит уже не такой уверенный, как в втором раунде. Пропускает все-таки, пропускает удары руками. Уже мяч открывается. Устали оба спортсмены, конечно. Но вот все-таки какое-то преобладание показывает свое в этом поединке Магомедов. По Валентину заметно, конечно, что он старается... И устал, конечно. Просто начал очень серьезно он первый раунд. Выложился на полную. И во втором вот начал сдавать. Сейчас мы видим эту усталость. Если у Зиналбита еще это... Ну, четкое попадание было в корпус. То есть сила еще в нем есть, видно. Хочу отметить. Валентин, да, он все-таки обороняется. Вот только что буквально Зиналбит попал в предыдущем эпизоде «Удар ногой в защиту», а вот Валентин ответил четко по корпусу. Это тоже смотрят и оценивают судьи, да, кто защищается. Кто больше в атаке. Да, да, да. Вот Валентину, конечно, поменьше нужно работать в отступлении сейчас. А вот самому более серийно, да, очень устали оба спортсмена. Валентину, видно, трудно приходится сейчас найти в себе силы, чтобы более часто бить удары ногами, которые у него получаются, да. Но вот много сил они его затрачивают. Не, классный поединок. Ну, что-то, конечно, кажется мне, что Зиналбит был, наверное, все-таки более результативным, конечно, да. То есть решение за судьями. Я бы, конечно, очень хотел, чтобы победа досталась нашему земляку Валентину Семенову. Ну, конечно, второй, третий раунд показал такое. Даже, наверное, больше моральное превосходство спортсменов из Тагестана. Что же решат судьи? Вот мы видим на повторе удачную атаку Магомедова. Опять это долгое решение. А мы напоминаем, что чемпионат России по тайскому боксу в самом разгаре. Уже была весовая категория до 71 килограмма. И вот объявляет, кто выиграл путевку на Всемирные игры и стал чемпионом. Зиналбит Магомедов. Зиналбит Магомедов, республика Дагестан, действующим чемпионом России. Конечно, жалко, что еще одна медаль уходит в Дагестан. Обидно, конечно, что все-таки ребята выступают дома. Поддержка зала. Но Дагестан, конечно, показывает уровень, подготовку. Приехали ребята за победой. Конечно. Динамично это показывает. Ну, еще, кстати, по поводу... Мы говорили про штрафные элементы. Мы так скользко коснулись запрещенных. То есть ты говорил, что нельзя ругаться. А какие еще есть элементы именно запрещенные? Запрещенные элементы, но, как я сказал, это броски. Запрещены, да, с применением третьей точки. То есть это, так называемые, подножки. Там броски через бедро. Ну и плюс... Ну, наверное, и все. Все остальное это разрешено. Ну, конечно же, здесь нету борьбы в партере. То есть мы видим, это динамичная ударная техника. Ну, а сейчас к рингу готовится Хузин Константин, город Прокопьевск, Кемеровская область. И Схаков Надир, Нижегородская область, город Нижний Новгород. Это весовая категория до 75 килограмм. И Хузин Константин является серебряным призером чемпионата мира по тайскому боксу 2011 года. Чемпионом мира по тайскому боксу 2012 года, да, хочу сказать, что по истечению поединка с белорусом Дмитрием Валентом на чемпионате мира Константин получил рассечение, да, и пришлось остановить поединок. Но в результате тщательной работы медицинской комиссии и комиссии допинг-контроля Дмитрий Валент был дисквалифицирован. И победа присуждена Константину Хузину. То есть и теперь Константин действующий чемпион мира по тайскому боксу. Обладатель звания заслуженного мастера спорта по тайскому боксу. А в синем углу у нас его соперник из Нижегородской области. Довольно хорошо подготовленный спортсмен, да. То есть его фамилия и имя говорят о том, что он представитель, наверное, Кавказа все-таки. Ну, принципиальное сегодня, конечно, противостояние наших ребят из Кузбасса, ребят из Кавказа, которые выступают в том числе из Нижегородской области. Вот сейчас мы это увидим. Ну вот, в отличие от предыдущего боя, я на спортсменах-то вот этой вот уверенности не вижу. Тем интереснее будет на них посмотреть. Я напоминаю, что вы смотрите прямую трансляцию на телеканале «Мой город». Также вы можете видеть эту трансляцию на сайте sibdepo.ru и в сайте мойгород.tv. Мы смотрим чемпионат России по тайскому боксу. Он проходит в Кемерове в спортивном комплексе «Арена». Сейчас мы с вами наблюдаем бой в категории до 75 килограммов. А Константин Хузин, представитель Кемеровской области, против Исхакова Надира, выступающего за Нижегородскую область. Надир сейчас пытался сделать удар с разворота, но Константин довольно удачно ушел от него. Сейчас пропустил, к сожалению. Не подходят друг к другу близко, работают больше ногами. Оба спортсмена высокого роста, что позволяет им доминировать над остальными их противниками в этой весовой категории. Практически не используют руки. Ну вот, пока рано заявлять об этом со стороны Константина. Очень хорошо работает руками, но я думаю, сейчас мы еще увидим в его исполнении несколько быстрых серий руками. О, а вот теперь пошли руки в дело. А тут же при исполнении серии входят в клинч, пытаются сделать скручивание. Надир открывается. Очень интересно работает Надир. Тем самым приглашая Константина вроде как. Хитро, 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 конечно, Надир действует. Да, очень хитро двигается. Тоже хочу заметить, что... Ну вот, хитрость дала свое. Хочу заметить, да, что левша Надир. Константин, конечно, не до конца понимает тактику своего соперника. Ну вот Константин четко выполняет серию удачной головы. А вот здесь терпит неудачу. Ну, конечно, Надир очень интересно выступает. Уходит назад, открывается. Ну вот, тренерский корпус Константину подсказывает, что нужно акцентировать внимание на работе руками, да? Да. Что и старается сделать Константин, но пока не может подобраться. Потому что начинает встречать его Надир просто или быстрыми ударами ног, или уходит. Ну вот, Константин, в принципе, сейчас делает все для того, чтобы... И вот опять, конечно, Надир воспользовался своей хитростью, отпрыгнул от канатов. Завершился прямым ударом. Да, очень интересный поединок. Но пока Константин не может подобрать ключик к своему сопернику. Ну, несмотря на это, на Надире видно, конечно, эту усталость. Уже прям после первого раунда. У Константина пока все-таки есть какая-то такая уверенность на лице. Ну, это, наверное, тоже такое большое умение. То есть именно в первом раунде сохранить силы. Потому что, как мы видели по опыту предыдущих поединков, действительно, те, кто выступают в первом, очень удачно. Потом начинают просто сдавать очень резко. Конечно, конечно. То есть я опять повторюсь, что неудачное исполнение каких-либо серий или ударов, да, то есть, ну, на самом деле, по-простому промах, да, оно все приводит просто к затрату неимоверной энергии. Конечно же, когда ты промахиваешься... Действуешь много, но бесполезно. Количество энергии очень большое уходит, да. Ну, вот сейчас отлично получил наставление Константин, видимо, да. Зажал своего соперника в угол. А использование канатов запрещено. И вот делает рефери замечание сейчас. А то есть тот элемент, то есть, когда он прыгнул на канаты и отпрыгнул, прямой удар сделал, он запрещен, получается? Конечно, использование канатов запрещено. А, ну, таким образом. Копилочку, очко в копилочку нашего земляка. Ну, вот пока тут мы наблюдаем какой-то крученый, верченый суперудар в исполнении нижегородского спортсмена, на который не дошел до цели ни один. Не приносит никакого результата. Абсолютно, да. Он по-прежнему демонстрирует, как он... Ну, менее-менее, конечно, уже... Может опускать руки. Из хаков, конечно, уже менее-менее уверенно действует на ринге. Вот Константину надо быть немножко поразнообразнее. Ну, и побыстрее все-таки. Да, побыстрее нужно начинать ногой, подхватывать руками и снова ногой заканчивать. Вот, хорошо. И нужно ногой добавлять. Подобрал тактику делать точные удары. Да, очень... Не увеличивая скорость. Очень классно сейчас работает Константин. Молодец, тренера подсказали ему. Ну, и вымотался, конечно, за первый раунд его соперник. Вот, прям видно, сдает. То есть больше нет этой уверенности. Не прыгает, не открывается. А Константин только наращивает темп, только наращивает. Просто отличная подготовка физическая у Константина. Он всегда спокоен, никогда не проронит лишнего слова. Он всегда очень с холодным рассудком. Тоже очень технично сейчас ушел. Относится к подготовке к своим поединкам и к тактике ведения боя. По разнообразии надо менять уровни. Вот сейчас подсказывают тренера. Начинать с нижнего и переходить на верхнее. То есть, поясню, да, с ударов лоу-кик и переходить в область корпуса и головы. Красиво получается он. Константин молодец. Сейчас он прям смешивает все удары. Зажимает своего соперника. Молодец. Немножко, мне кажется, уже ключ уже есть один в его копилке. Вот, я думаю, к концу раунда он найдет еще один. Из хаков абсолютно. То есть, как бы, с моей точки зрения, ушел в оборону. Очень много пропускает. Константин отлично действует сейчас более правильно в данной ситуации. Немножко надо побыстрее ему сейчас. Немножко подвигаться еще. Ну, может, бережет силы, конечно, на третий раунд. Да, запросто, конечно, потому что устает. Вот более похоже на какие-то отмашки сейчас движения из хакова, да. Потому что в чистом виде исполнения удары бэквист, да, удары кулаком с разворота он исполнить не может. Ведь как-то выглядит это. О, нет, смотри. Вышел, вышел. Константину надо... Вот, чуть побыстрее. Не сближаться ему надо. С дистанцией работать Константину. Ну, как он делал это в первой. Да, подсказывают ему тренерский корпус. И я думаю, что это верное решение. То есть... Ну, второй раунд, конечно, пошел под звездой нашего спортсмена. Действительно показал очень-очень удачный. Это уже очень радует. Думаю, что если третий раунд будет в таком же ключе, то медаль упадет в копилку нашей команды. Аплодисменты. Ну, вот очень серьезные наставления какие-то... Тренер очень нервничает. Дают сейчас... Показывают, показывают элементы. Виталий Викторович Миллер. Вот пропустил. Вот видите, как интересно сейчас провел скручивание Константин, да. Подхватил ногу. Ну, вот даже по повторам. Но, правда, пропустил колено. Ну, вот очень классно готовы оба спортсмена, да. Но вот почему-то спортсмен Нижегородской области уже начал уступать немножко физически. Видимо, устал. Вот Константин пока еще... Надир, он начал свой первый тайм. Действительно, очень-очень такой прям ноте мажорной. И потратил большое количество сил. И сейчас на втором-третьем дается. Константин снова с дистанцией пытается действовать. Я вот опять... Мы слышим рекомендации тренеров, да. Вот на каждое его действие. Они выкрикивают хорошо, молодец. То есть, в принципе, установку тренеров он выполняет. Да, то есть мы видим точные удары. Отличная струтка. И вот удар коленом заканчивается в исполнении Константина Хузина. Сдает, конечно, Надир. Представитель Нижегородской области. Ну, я думаю, сейчас концовки раунда к середине. Константин еще больше наростит темп. И вот снова пропускает Надир, да. С рук отлично подобрал все-таки. У Кости видно, что вот этих сил еще довольно много. А вот Надир-то уже все. Немножко, конечно, подсдулся. Видно, что уже и сил недостаточно, что уже и схватка близится к завершению. Пропускает, уходит. Константин встречает струк, заканчивает ногами. Просто показывает, можно сказать, да, высший пилотаж. Классическое исполнение техники тайского бокса. Вот рука-нога в исполнении бокового удара. И бокового удара рукой. И тут же ногой. Встречает руками, добавляет ногами. Демонстрирует просто филигранную технику. Опять же, со стороны Надира, пока я сейчас вижу что-то в виде каких-то вращений, отмашек, четких элементов. Какая-то очень странная оборона у него. Ну, очень много пропускает. Четких элементов сейчас мы не видим абсолютно. И видно, что... Ну, это усталость. Усталость сказывается. Конечно, у Надира не видно вообще ни капли сил на продолжение этого поединка. А вот Константин, конечно, пытается нарастить темп. Но нужно ему начинать. А вот и отсчитали нокдаун представителю Нижегородской области. Но продолжает он свой поединок. Но тяжело, конечно, будет вырвать Исхакову победу. Отличное попадание руками в область головы. Константин заканчивает коленом. Вот надо не отпускать. Надо здесь в этом моменте продолжать атаку. Отлично. И он это делает. Отлично. Еще раз делает предупреждение Нижегородскому спортсмену, чтобы он не использовал все-таки канаты. Уже третий раз его предупреждает. Я думаю, что при очередном использовании могут даже снять балл. А вот снова считает нокдаун. А сейчас мы посмотрим, готов ли продолжать поединок Нижегородский спортсмен. Поднимает руки, шагает вперед к рефере. И это означает, что продолжать он готов. Но уже, конечно, не в той мере, не как в первом раунде. И Константин здесь уже, конечно, выполняет главенствующую роль. Ну, конечно, бой однозначно сейчас. Сейчас именно техника, удары, все на стороне нашего цепляка. Да, ну вот здесь я... Костя, молодец, большой. Причем мы сейчас посмотреть на него, даже практически не вспотел. Мы вот Константину передаем привет здесь. Технично отработал. Да. Надеюсь, что никаких споров у судейской коллегии сейчас не возникнет. Ну, хороший урок получил, Надюр Стаков. Мы увидим еще одну медаль в копилке сборной Кузбасса. Ну, вопросов возникнуть, конечно, не должно. Напомню, что это уже будет третья медаль. А у Дагестана сколько? Как у нас там общий зачет идет? У Дагестана шесть. Шесть. У нас пока три. Но... Есть куда стремиться. Но у нас впереди... И впереди баи такие. У нас еще впереди несколько наших спортсменов, которые могут показать. Нам этих медалей принесут побольше. Да, да, да. Если все получится. У нас впереди Левин Артем. У нас впереди Зинковский Виталий и Вахитов Артем, которые все могут принести. Чемпионом страны становится боксер из красного угла Константин Хузин. Мы в очередной раз поздравляем нашего земляка. Молодец. Первая действительно безоговорочная победа. То есть, никаких вопросов. Да, молодец. Старался, старался, конечно, Надир Исхаков. Показал первый, очень хороший первый раунд. Классный бой, да. Но не смутило Константин нисколько вот этот первый раунд, который нам пытался изобразить свою, я не знаю, техника а-ля Мухаммед Али, Надир, да. Но все-таки ему это не помогло. Молодец, Константин. В принципе, техника его неплохая. То есть, если он просто не будет тратить свои силы таким образом, очень быстро, то есть, ее подтянет и сможет растянуть ее на три раунда, то я думаю, что на следующих соревнованиях он покажет результат еще лучше. Физически нужно ему немножко еще усилиться. Да, поготовиться. А следующий бой у нас сегодня это категория до 81 килограмма и ярчайший представитель тайского бокса. Вот она реакция стала. Капитан сборной команды Кузбасса, капитан сборной команды России Левин Артем. Ярчайшая звезда тайского бокса. Все возможные титулы, которые есть в мире, завоеванные Артемом это и в любительском тайском боксе, и в профессиональном тайском боксе. Напомню, что он неоднократный чемпион мира по тайскому боксу, неоднократный чемпион Европы по тайскому боксу, неоднократный чемпион России по тайскому боксу и обладатель таких титулов на профессиональном ринге, как... Как все титулы. Да, как чемпион по версии It's Showtime, чемпион по версии WBC, чемпион по версии WMC. Ну, напомню, это все профессиональный ринг, а сейчас у нас любительский. И Артем абсолютно без капли волнения готовится сейчас к своему поединку. Земляк с земляком. Ну, а вот теперь и картина повторилась, так сказать. Тут хабаровчане сначала побоксовались, а теперь и кемеровчане, да. Ну, опять же, зато медаль останется в Кемеровской области. Можно не переживать, просто болеть. Лырщиков Евгений тренируется под руководством своего старшего брата Лырщикова Владислава Лемина. Артем тренируется под руководством Миллера Виталия Викторовича, который сейчас ему будет помогать в углу. Напоминаю, призракный чемпион мира. Ну, это один из тех боев, собственно, ради которого многие-то сюда и пришли. Сейчас мы увидим зрелищный, отличный тайский бокс. Напоминаю, что Артем является победителем первых всемирных игр боевых искусств, которые прошли в 2010 году в Пекине. Конечно же, я думаю, как и все настоящие чемпионы, он хочет повторить этот результат, к чему он стремится, завоевать путевку на эти игры, которые пройдут уже в Санкт-Петербурге. И напомню, с 18 по 26 октября сейчас спортсмены исполняют ритуал Вайкру. Тем самым... Подгоняя злых духов. Да. Готовясь к поединку, сосредотачиваясь. И... Достаточно по улыбке Артему Левину, чтобы завести зал. Тяжело, конечно, будет в этой ситуации его сопернику, потому что мы очень многие пришли посмотреть именно на Левина, на его бой. Он уже успел удивить нас, порвав канат. Ну да. Тысячи просмотров на Ютьюбе. Ну да, был у нас, да, такой, как его назвать уже... Случай, казус. Случай, казус или инцидент. Кто не видел, очень советую, зайдите на Ютьюб. Технические неполадки, да. Наберите Артем Левин, рвет канат. Ну а мы хотим пожелать Артему удачи в этом поединке. Пожелать удачи Евгению Лырщикову. Пожелать им тренерскому корпусу удачи. Я думаю, что ребята покажут... Отличный, великолепный тайский бокс. Отличный, великолепный бой, да, тайский бокс. Продемонстрируют настоящий фирменный стиль федерации тайского бокса Кузбасса. Ну, ринг это ринг. За рингом они могут быть друзьями и товарищами. Помогать друг другу. А на ринге... Они в первую очередь только за себя. Выяснять, кто сильнее. Конечно, Левин подавляет своего соперника. Абсолютно безо всяких усилий. Артем делает эти скручивания, удары. Евгений очень нервничает. Ну и вот, конечно, с разворота получил по прямой от Артема Левина. В области карате был удар такой, правильно, конечно, побоюсь называть. Но, по-моему, это у Шира, который бьется в область печени как раз. Вот Артем продемонстрировал нам в предыдущих эпизодах. Вот опять печень. Точные попадания по корпусу, но обмениваются. Евгений... Ну, держит такой. Достойную конкуренцию составляет. Молодец. Ну, видно, конечно, волнеет. Женя вышел боксировать. Конечно, уступает клинчи. Сразу видно просто... Артем... Ну и в скорости, конечно, Левин. Конечно, быстрее. Причем видно прям быстрее серьезно. То есть, если Жене на удары я вижу, то Артем просто какие-то веера в воздухе оставляет. Ну да, и Артем повыше, конечно, гораздо, чем Женя. И видно, как он прям доминирует над ним. Нависает, подавливает, да, показывает свое превосходство. И моральное повышество, физическое. Да, 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 да. Ну, Женя продолжает наносить удары, тем не менее... В чем Левин пропускает совершенно без содрогания какого-то. Продолжает наносить одиночные удары. Сейчас очень хорошо ушел и прям... Выполнять наставления. Замял Евгения. Своих секундентов. Прямой пропускает. Пропускает, да, пропускает. Ну, Артем, как всегда, играючий, не спеша. Вот так сказать. Мы даже за эфиром, вам расскажу, немножко шутили. Техника. Про то, что Артем Левин во время своего боя может позировать и давать интервью. Ну, да. Я к чему начал говорить, что вот как раз техника предыдущего боя, да, Надира, но только в идеальном исполнении. Вот Артем Левин. Отлично. Да, уже совсем другой уровень. Он теперь эти удары попадает. Показывает, как это нужно делать. Он старается удары не пропускать, да. Вообще, Артем, Артем проповедует интеллектуальный муай-тай, интеллектуальный тайский бокс. Он боксирует очень умно, очень грамотно. За каждое свое движение, естественно, в ответе продумывает несколько шагов наперед. То есть он все-таки приверженец исполнения более точных, наверное, более тактичных комбинаций, да, нежели исполнения каких-то силовых элементов, да. Да, но не стоит забывать, что вот эти все грамотно отработанные элементы, которыми он так хорошо владеет, да, приводят к большинству нокаутов, которыми он завершает свои поединки, да. Которыми славится. Абсолютно спокойный. Абсолютно. Ни капли пота, опять же, не вижу я на нем. Ни просто, ни тени сомнения. Абсолютная уверенность. Ну, Евгений, конечно, видно, что много советуется со своим тренерским штабом. Но уступает. Пока уступает. То есть мы не видим серьезной конкуренции Левину. Прямые, один за одним. Практически не пропускает. То есть выше корпуса удары вообще не поднимаются со стороны Евгения. Устал, устал, конечно. Лырщиков устал. И скорость, скорость прям снизилась, даже несмотря на то, что на первом раунде была невеликая. Находиться постоянно в таком напряжении, когда перед тобой... Такой соперник. Такой соперник, да. Очень тяжело. А еще при этом наносить удары. Не пропускать удары, стараться. Это очень тяжело. Евгению, конечно, за это большая заслуга. Ну, реакция Левина, конечно, просто заслуживает какого-то безумного уважения. Потому что это просто какая-то феерия. Постоянно ловит его ноги. Пропустил. Несмотря на то, что руки держат, да, возле головы, но все равно пропускает прямые. Да, ну вот Артем пробивает удары между рук. Снизу. Снова голова. Снизу прямо. Прямые удары проходят. Евгений, конечно, уже видна эта растерянность. Ну, давайте посмотрим поединок и насладимся. Великолепным тайским боксом. Показывает нам Артем и Женя. Ну, Левин, конечно, показывает то, что называется просто космос. Действительно. Это и техника, и скорость. Посмотрите, что. Играет. Играет со своим соперником. Позволяет себе делать в ринге, да. Ну. Уже даже не закрывается абсолютно. Да, пули свистят, как говорится. Да, вот вертушка в исполнении Артема верхнего уровня. Практически пролетела над головой Евгения. Ну, Женя. Женя вышел боксировать. Он показывает. Все, для этого он молодец. Он продолжает. Он не шагал назад. У него показал отличный уровень. И будь бы здесь, конечно, другой соперник, то мы бы так уверенно о победе не говорили. Он не показывает, что он вышел на этот поединок для галочки. Вот. Пробил печень Артем. Один его из коронных ударов. Колено в область печени. Ну, Левин, конечно, поздоровее и помощнее. Евгению отчитывает нокдаун. Но я думаю, что... Не, вернется в бой. Вернется в бой. Бой будет продолжен. Артем, конечно... По-спортивному. Да, мажорная такая нота. Левин, конечно, богат за свое превосходство. Что первый раунд, что второй. Ну, кстати, Левин... Он показывает секунданте из синего угла. Что отказ... Отказ от боя? Поступил от секундантов синего угла. Да, 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 что... Вот окончим поединок. Артем мой одерживает победу. Победу ввиду отказа своего соперника. Представители Кемеровской области. Евгения Лырчикова. Ну, который является победителем Кубка России 2012 года, да? Ну, очень достойно он вел этот поединок. Ну, решение абсолютно понятное. Потому что, то есть, было видно, кто главенствует на ринге. И лишние потуги в третьем раунде, они бы только лишили лишних сил. И поэтому Евгений принял правильное решение. Мы поздравляем Артема с выигранной путевкой на Всемирные игры. Евгений с серебряной медалью. Опять она остается в Кемеровской области. Конечно, это еще одна медаль в копилку сборной Кузбасса. Два великолепных спортсмена. Ну, не сказать, что бой супер-супер-динамичный. То есть, это такое превосходство Левина. Здоровский, конечно. Здоровский китайский бокс показал Левин. Хотелось бы, наверное, даже в адресурации третьего раунда, но... Ну, да, многие, конечно, пришли посмотреть на Артема. Ну, к сожалению, всего лишь два раунда. Недолго, но качественно. Да, ну, недолго, но качественно. Мы поздравляем Артема с его путевкой еще раз на Всемирные игры. Александр Артемов, Новосибирск. Нас ждет следующая пара. Никита Меросеев, Московская область. И следующая пара у нас вес до 86 килограмм. Зинковский Виталий, Кемеровская область, город Прокопьевск. И спортсмен из Новосибирска, Сартаков Михаил. Итак, уважаемые дамы и уважаемые господа, предпоследний бой и в красный угол рига приглашается... Да. Хочется сказать, что Виталий является призером чемпионата России прошлого года. Это хороший спортсмен, отличный спортсмен среднего уровня, да. То есть выступает на всероссийских турнирах, чемпионатах. И довольно успешно. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Куимова Сергея Юрьевича. Сейчас в углу ему помогает тренер сборной Кузбасса, тренер сборной России по тайскому боксу Ильин Виталий Юрьевич. И Алексей Ульянов, который сегодня одержал, напомню, победу над Джаниевым Хаялом. Ну а в синий угол нам уже пригласили Сартакова Михаила, да, нашего земляка, сибиряка из города Новосибирска. Который уже готов к выходу на ринг. Ну и вот оба спортсмена оказываются на ринге. Так, прошу прощения. У нас в синем углу спортсмен из Ханты-Мансийского автономного округа. Кугаевский Максим. Представляет он город Сургут. Довольно успешно ребята выступают из этого региона. С каждым годом прибавляют обороты. Довольно, опять же, уверенный спортсмен. Недолго отгоняли звукдухов ребята. Ну а трибуны по-прежнему полные на стадионе спортивного комплекса «Арена». Ну нас впереди ждут еще очень такие именитые спортсмены, ради которых очень многие могли прийти. Вахитов Артем, Еминеев Владимир в борьбе за золото в весовой категории до 91 килограмма. Бой начинается. Пожелаем Виталию удачи в поединке. Конечно же, болеем за него. Присматриваются, присматриваются к друг другу спортсмены. Ну, видно, спортсмены с Сургута прямо сейчас видно, что заряжен удар, очень сильно хочет ударить. Сразу заметно. Виталий не уступает. Не уступает. Прокопчанин. И вот показывает, что работать с дистанцией ему нисколько не трудна. И вот я думаю, если он будет продолжать в таком же лучшее. Он сейчас может быть вообще очень хороший удар, но... Отлично ушел. Отлично ушел. И продолжает двигаться, присматриваться сейчас. Хороший удар коленом по корпусу сейчас. Кугаевский, конечно, так напирает, напирает. Еще один удар. И вот старается скрутить. Но Виталий продолжением скрутки... Делает это сам. Уже доказывает, что в этом эпизоде он забрал все-таки свое очко. И вот четкий удар по корпусу. Забирает еще одно очко. Виталий. Отличная комбинация. Я думаю, что он так и будет продолжать. Довольно верная тактика. То есть мы видим прямой, и вот еще один прямой. Очень легко двигается, да, встречает типом своего соперника. О! Вот, ногу упасть. Пытался ударить под опорную ногу представитель Ханты-Мансийского округа. Но успехом это не началось. Молодец. Он этого ждал. Хороший удар навстречу справа демонстрирует сейчас Виталия. Но не надо в угол зажиматься. Надо как-то больше занимать. В центр, в центр. Доминировать надо спортсмену из Кимеровской области. Открывается очень много Виталий. Но хочу заметить, что пока мы видим только напор в исполнении бойца из синего угла. Да, то есть более точные удары сейчас делает и наносит Виталий. Виталий, да. Ну, конечно, с точки зрения моей, например, я считаю, что, конечно, то, что он, Виталий, уходит в угол, это не совсем правильно. Конечно, ну, получается, что... Дает себя зажимать. Но он как вот в этой ситуации, да? То есть, опять же, он ушел к себе в угол. Тактически он сейчас работает вторым номером, так называемым, да? Наносит удары навстречу, ногами по корпусу. И встречает руками. Молодец, Виталий, хорошая тактика, на самом деле. Ну, посмотрим, к чему она приведет. Ну, будем надеяться, что придет, конечно, к медали. Напирает, напирает. Как Максим Когаевский. Но какой мы увидим только после третьего раунда. Да. Не самый динамичный, конечно, сейчас раунд был в сегодняшний день. А вот на повторе видно четко проведенный круговой дар по корпусу. Что в исполнении Виталия? Что в исполнении Максима? Максима Когаевского. Да. Приведущий членов России. Направим, как Максим Когаевский, уважаемые друзья. Отличные повторы нам демонстрирует наша команда. Ну, я думаю, что второй раунд будет очень интересно. Потому что спортсмены, я так смотрю, не сильно устали. Ну, я бы даже сказал, хочется посмотреть, начнет ли предпринимать что-то спортсмен из Сургута. На то, что... Обменялись. Делает сейчас Виталий. Вот, прямой удар. Красивый, конечно, от спортсмена из Сургута. Первым номером. Но вот хорошо отрабатывает клинч сейчас со скручиванием и продолжением удара локтя. Виталий. Вот сейчас подсказывает тренерский корпус, что нужно встретить типом, да, прямым ударом ногой. То есть мы сейчас, я думаю, уже все видим, что периодически бывает, что спортсмен из синего угла просто идет вперед без нанесения ударов. И вот как раз-таки... В эти моменты нужно. Прямой удар тип, да, вот в большинстве случаев помогает встретить вот этот натиск. Ну, вот хорошо сейчас проводит встречный удар и продолжает скруткой. Виталий. Прямой удар. Ну, конечно, в плюс спортсмену из Кондивансийского номера, что он действительно держит у краев постоянно нашего. Посмотрите сейчас. Вот прямой, еще один прямой. В предыдущем эпизоде Виталий очень красиво сделал связку удара коленом и тут же продолжил локтем. Ну, вот сейчас. Мы, конечно, болеем за Виталия Зинковского, наш земляк, Кемеровская область. Зал притих. Действительно, борьба очень-очень равная. Вот колено навстречу. Удается попасть Виталию. Но я думаю, что... Не только этой комбинацией. Обменивается серьезными ударами. Ну, вот сейчас активизировался спортсмен из синего угла, но, опять же, точнее, Виталий. Снова попал колено в корпус на встречу. А вот шикарный удар по голове, ногой в голову, навстречу локоть, еще один локоть. А вот такие скрутки уже нельзя делать. Рефер должен был сделать замечание, потому что подставлял сзади соперника своего ногу, да? Ну, под носом. И получается, да, как бы таким методом залома, что ли, как-то пытался уронить рукой. Да, да, да. Вообще точно нечестно. Сейчас был хороший такой прямой удар. Навстречу попадает сейчас рукой Виталий и заканчивает ударом ногой. Молодец. Все-таки надо ручки повыше немножко поднять. Виталий, хорошо. Сейчас пропустил, конечно, немного, но в плане вообще как бы нанесения ударов отлично срабатывает. Уронил. Уронил спортсмена из Хантамансийского автономного округа Виталий Зинковский. Начали больше работать ногами, ребята. Ну, вот я смотрю, спортсмен из Сургута как-то волнами. У него то идет наплыв в активности, то он перестает. Вот сейчас вот очень хорошо. Ну, конечно, Виталий хорошо ему пробил, но зажал его Максим Кугаевский. Ну, идет концовка раунда, на которую смотрит судейская коллегия, да? Ну, вот сейчас видим отличные попадания локтями в исполнении Виталия. И третий раунд нам уже расставят все точки. Ну, конечно, Кугаевский во втором раунде был поувереннее. Сейчас, конечно, ребятам нужно в такую активную борьбу вступать и доказывать, кто же все-таки лидер на этом ринге. Ну, вот я думаю, на заключительный раунд сейчас Виталий Юрьевич в любом случае даст самый дельный совет, да? Виталию всячески сейчас стараются помочь. Объясняет. Объяснить, как нужно... Довести этот поединок до победы. Довести этот бой до победы, да. Как провести правильно этот третий раунд. Ну, я думаю, что все самые правильные выводы сейчас сделаны. И Виталий Юрьевич... ...дал дельные и правильные советы своему подопечному. Подготовил, да, все-таки к получению золотой медали Виталия. Мы очень надеемся, очень болеем за него. Не вышел такую прям активную атаку. Очень активно. Вот обменится ударами, но вот первые два удара были в пользу все-таки. Гаевского, да. А вот Виталий снова точно, но один раз. Пропустил? Не видел я, к сожалению. Пропустил, да? Еще раз пропустил. Устал, Виталий. Еще раз пропустил. Лучно, Виталий. А вот спортсмены сургута наращивают темп. Осталось, дает о себе знать. Виталий прям 4 или 5 ударов подряд пропустил. Да, конечно. Вот и сейчас, конечно, Кугаевский, конечно, показывает. Столько проделанной работы в исполнении Виталия в первых раундах. Все сейчас идет на смарку из-за этих серий. И так отдает инициативу он сейчас. Но половина ударов в исполнении Кугаевского мы видим, что недостают цели. Но, тем не менее, их количество довольно большое. Вот сейчас мы видели прямой с ноги. Пропускает и тут же отвечает Виталия боковым ударом рукой. Устал Виталий. Очень тяжело сейчас. Ну, видно, видно, даже тяжело ему дается концовка этого раунда. Обменялись, конечно, ударами мощно. Отлично. Колено в исполнении Виталия. Тут нужно наращивать темп. Вот концовки раунда. Но у Кугаевского-то видно, что еще энергия-то есть. А вот Виталий. Но при этом техника, техника дает о себе знать. Виталий даже вот в этих вот ситуациях, когда он злобеет. Все равно более точнее. Он техничен. Он делает прямые правильные удары, анализирует ситуацию. Но хотя чисто физически видно, что Виталий ослаблен. Причем ослаблен довольно серьезно. На полу оказался спортсмен из Кемеровской области. Прямой пропустил Виталий Зинковский. Доминирует, доминирует в концовке этого раунда Кугаевский Максим из Ханты-Моисийского автономного округа. Напомню, что сейчас решается судьба медали в категории до 86 килограммов. Посмотрите, как перехватил инициативу в третьем раунде. Ну, Виталий, конечно, ну видно, но это усталость. Это банальная усталость. Видно, что внутренних резервов пропускает прямой. Начал пропускать удары. Не знаю, слушаете ли вы эти звуки, но они такие шлепкие. Это голова. Работа руками, конечно, со стороны представителя Сургута. Конечно, Виталий это очень сильно дезориентирует. Еще один пропустил по голове. Много ударные серии, скрутки, добавляет удары коленями. И вот я думаю, сейчас будет считать нокдаун нашему представителю Кемеровской области. Да, конечно, все об этом сожалеем, но это тайский бокс, это ринг. Усталость дает о себе знать. Нет, вернулся. Все-таки не нокдаун. А нет, все. Победа нокдауном спортсмена из Ханты-Мансийского автономного округа. Нет, победа по истечении трех раундов, возможно, да. Я просто так и не понял, считали, а потом это, видимо, уже было под завершение. Это был гонг, да. Но отсчитали нокдаун в заключительном раунде. Ну, честно, повторно. Жалко, конечно, но медаль уезжает в Ханты-Мансийский автономный округ. Хотя первые, ну, там, полтора-два раунда, конечно, Виталий. Полтора, наверное, да, он, конечно, был сильнее и техничнее. Ну, вот, задавил, конечно, количеством Кугаевский Виталий Озенковского. Не давал ему расслабиться. В итоге просто вымотал и вырвал победу. Я вижу большое такое сожаление на лицах болельщиков на трибунах. Да, конечно, не совсем. Радуют трибуны. Такой исход событий. Семьбионом России для самой категории до 86 килограмм становятся боксеры с синего угла Максим Кугаевский. Абсолютно ожидаемо то, о чем мы говорили. Победа Максима Кугаевского. Отлично проведенный первый раунд в исполнении Виталия. И провальный последний, и перехват инициативы во втором стороне. Да, единственный спортсмен из Хантамансийского автономного округа в этой серии финальной. Ну, вот, вырвал медаль. Порадует фанатов тайского бокса из своего региона. Ну, а у нас впереди еще один долгожданный поединок. Теперь уже в исполнении другого Артема, Артема Вахитова, представителя города Прокопьевска, Кемеровской области. Также не менее любимого фанатами. Конечно, весовую категорию 91 килограмм с представителем города Москвы, Минеевым Владимировым. Ну, Вахитов, конечно, поимените по медалям. Вахитов, да, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, многократный чемпион России. Ну, а Минеев Владимир, обладатель Кубка России по тайскому боксу 2013 года. Серебро Европы, чемпионата Европы этого года. Да, хочу отметить, что очень тяжелый поединок Минеев провел на этом чемпионате Европы с легендарным, можно сказать, с одним из ярчайших представителей тяжеловесов из Белоруссии, Гончаренком. И вот завоеванный Серебро на чемпионате Европы доказывает о его уровне подготовки. Но напомним, что для Артема Вахитова непреодолимых преград не бывает. Подготовка, напомню, проведена была колоссальная. И Артем без капли смятения на лице готовится принять этот бой. Ну, а в синий ринг... В синий угол ринга. В синий угол ринга, прошу прощения. Владимир Минеев, москвич. Пригласили, да, Минеева Владимира. Вот он и подошел. Как раз присел там немножко выполнить свои, возможно, какие-то суеверия там или ритуалы. Вот. А может быть, просто он поговорил с лестницей. Ну, это как раз та веревочка, да, на руках, о которой мы с тобой говорили по поводу рангов. Вот на его, на обоих руках можно увидеть протеат. И, о чем мы сегодня еще не сказали, это повязка на голу, мангон. Это необходимый атрибут для выполнения ритуального танца в Айкру, который несет не менее важную роль в исполнении. Да, также он отдает дань своему тренеру, своим родителям, защиту от злых духов. А, кстати, я тоже такой момент, но это про тайских боксеров читал, что они вот эту штуку и на руки, и на голову, они сами ее делают. Да, есть. А у нас как с этим обстоит? Есть выполнение мангонов с помощью, как сказать, ручная работа, да. То есть некоторые школы выполняют в виде каких-то там, опять-таки же, животных или символов. Вот многие делают там в виде змеи. Многие школы, да. Вот. То есть несет сакральный смысл эта повязка. Плетется из 108 нитей, если мне не изменяет память. Если я ошибаюсь. Сам плел? Простите меня, дорогие любители тайского бокса. Нет, конечно, сам не плел. Все время приходилось пользоваться, так сказать, то, что есть в быту, там, в магазине. И сами мы, конечно, не плели, но информация, опять-таки же, от родоначальников этого вида доходит во все концы нашей планеты обширной. Ну, мы, конечно, готовимся к, наверное, ну, хочется надеяться к самому зрелищному бою. И вот мы слышим. Скандирует Кузбасс, Кузбасс. Скандирует Кузбасс, Кузбасс. Многие, конечно, пришли посмотреть именно на бой Вахитова. Ну, на Левина, конечно, и на Вахитова. Два таких самых известных имени в нашем регионе. И сразу Вахитов показывает, кто на ринге хозяин. Уронил Минеева абсолютно технично. Немножко насладимся красивым боем, тайским боксом, настоящим боем тяжеловесов. Очень круто уходит Вахитов от ударов. Очень здоровски. Хочу отметить. Снова кладет на землю. Как я и говорил уже, в ринге Вахитов вес 91 килограмм, а двигается на все 54, наверное. Очень быстрый Артем. Филигранная техника рук. Исполняет многоударные серии. Пока этому удается. Ну, и Минеев тоже не лыком шит. Конечно, попал Артем сейчас. Вот все удары и все мимо. Сколько сил затрачивает сейчас Минеев. Я думаю, что... Это только на руку Артему. Отлично двигается Артем. Отлично. Вот под опорную ногу. Вообще очень быстро, очень технично, конечно, подмял под себя. И вот тут же серия с рук, и все доходит до цели, да? Ну, Минеев, конечно, тоже, да, такой прям сильный спортсмен, видно. Хочется так. Причем такие, они показывают такие хорошие скорости, особенно вот. Хочется сказать, что Артему на данный момент всего лишь 22 года. 91-го, 91-го года рождения. Отличная комбинация вообще. Сейчас попробует завершить. Начинает с корпуса, заканчивает головой. И вот сейчас бригада докторов будет смотреть, возможно ли продолжение боя. Ну, было попадание. Прикон в голову, да? Сейчас доктор посмотрит, возможно ли продолжение поединка. Если перелом, могут остановить. Нам бы, если возможно... Вот нам делают повтор. Вот здесь вот он, наверное, не так заметно, в каком эпизоде-то произошло. Ну, возвращаемся на ринг. Ну, вот серия просто... Кровь на лице, кровь на лице. Владимира Минеева. Неимоверные силы ударов. Усилия прикладывают, чтобы продолжать этот бой с кровью на лице. Удалось пообщаться до сегодняшнего вечера с тренером Артема Вахитова. Просто шквал ударов сейчас пропускает Минеев. Просто шквал ударов. Ринка орошается в красный цвет. Орошается в красный цвет. Но безумная воля к победе. Пообщаться с тренером Вахитова, Виталием Викторовичем Миллером. И он сказал, что сюрпризов-то не будет. Потому что Артем готов только на победу. Ну, мы это уже видим. И, в принципе, это ожидаемый результат. Ну, хочется отметить, конечно, в ульпу. Продолжение этого боя невозможно ввиду. Решение доктора. Ну, и вот мы видим нашего молодого, настоящего чемпиона тяжеловеса. Который продемонстрировал нам просто невероятную скорость выполнения ударов руками. Классный бой. Поздравляем Артема. И это еще одна золотая медаль. В копилке кузбасских спортсменов. Да, и того. Если нам... Посчитаем очень зачет. У нас все классно с математикой. То это четыре медали в копилке сборной Кузбасса. Ну, конечно, хотели, конечно, фанаты подольше насладиться двумя Артемами и Левиным и Вахитовым. Но сразу видно, кто здесь, конечно, хозяин. И хозяева быстро завершили свою серию. Победили. Забирают медали. Приносят их Кемеровской области себе. О, Минеевы кричат, что он красавчик. Понравился зрителям. Понравил зрителям воля о победе. Владимира Минеева. Поздравляем Артема. Серебряная медаль уезжает в Москву. Ну, а у нас еще одна путевка на Всемирные игры. Напоминаю, что весовые категории 54, 57, 63,5, 67, 71, 75, 81 и 91. Вот в таких весах будет представлен тайский бокс. Ну, Артем сегодня чемпион. Еще одна медаль в копилку Кемеровской области. Редактор субтитров А.Семкин